МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вечер добрый! Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Минувшие 7 дней для всех нас были очень напряженными и наполнены событиями, о которых мы, честно говоря, и не ожидали. Но вот вы только вспомните. Неделя началась со странных протестов на Банковой и под Верховной Радой, кто стоял за ними. Дальше. Масса ожиданий от переговоров в Милане, где встречались Порошенко и Путин, и суровая реальность итогов этой встречи. О чем они смогли договориться, а где общий язык так и не нашли и почему. Ну, а еще, именно на этой неделе была 15-я дата, когда, вспомните, многие из нас по привычке начинают прикасаться к батареям, не теплеют ли, но и на этой неделе не потеплели. Мы попробуем выяснить, что не так и когда все наладится. Вот, пожалуй, три главные темы этой программы. И сегодня у нас есть вторая площадка. Луганская область, город Попасная. Мы часто слышим названия во фронтовых сводках, в основном речь идет об обстрелах. А вот как живется там, на линии огня, об этом на фоне военных событий практически не говорят. Мы будем. Жители городка сегодня не только наши зрители. Они смогут задать вопросы участникам программы, ну, или просто рассказать о своих бедах. На второй площадке наш Андрей Лащ. Андрей, а как там жизнь в Попасной? Да, Дима, ну, собственно говоря, могу тебе сказать, что день сегодня в Попасной начался с одного, с очередного обстрела. И, собственно говоря, они, как правило, идут с той стороны, из захваченного Первомайска. Город Попасная – один из крупнейших транспортных железнодорожных узлов на Донбассе. Здесь проживало до проведения, до начала проведения антитеррористической операции 20, больше 20 тысяч жителей. Сейчас осталось 10 тысяч. После 6 часов вечера сюда, на улицы города, никто не выходит. Но ради подробностей недели и ради того, чтобы озвучить свои проблемы, люди вышли, не побоялись, несмотря на то, что буквально еще час назад здесь были слышны взрывы. И начнем мы. Вот вы видите снаряд. Этот снаряд принесла с собой одна из жительниц. Это Наталья. Она, собственно говоря, совсем недавно пострадала. И ее подруга пострадали во время очередного обстрела. Дом практически был разрушен. Вот, Наталья, расскажите, что вы переживали, когда этот снаряд залетел в дом? Где находились? И вот сейчас как вы живете? После очередного артобстрела в наш дом... Что в наш дом? Почти пол улицы пострадало от этого артобстрела. В наш дом попало вот это. Я даже не могу сказать бестолковый снаряд, который разрушил пол дома. Разрушена основная часть крыши, разрушен второй этаж, выбиты все окна, все двери. Чудом. Просто чудом мы остались живы, потому что все это вот прошло прямо возле нас. Я хочу сказать сразу большое спасибо Юрию Ивановичу, который откликнулся на нашу беду и помог, как говорится, чем сам мог. Но вот теперь у нас от государства на сей день, а прошел уже вот десятый день пошел, не получено никакой помощи, не оказано никакой помощи. Как мне объяснили, сказали, что закона и финансирования людей, пострадавших в зоне АТО, нет. Вы знаете, говорят, снаряд в одну лунку два раза не попадает, в одну воронку, но в это верится с трудом. Мы не застрахованы от того, что завтра будет новый артобстрел. Мы не застрахованы от того, что завтра такой же снаряд попадет в новый дом. Мы не застрахованы государством от того, на законодательном, кстати, уровне, от того, что оно защитит нас от беды. Но я хочу сказать одно, Андрей, извините меня, я хочу обратиться к тем, кто отдает приказы, кто держит в руках оружие, кто стоит возле мощного оружия. Пожалуйста, не стреляйте по нашим домам. Спасибо, Наташа. И у нас еще много сегодня, Дима, историй, и хочу отметить по традиции, что в городе Попасное развешаны украинские флаги. И людям было обещано, что там, где украинский флаг, мирная жизнь постепенно будет налаживаться. Будем искать сегодня эту мирную жизнь в эфире. Ну, а мы будем искать ответы на ваши вопросы. Спасибо огромное, что собрались. Я смотрю, что даже дети есть. Огромное спасибо, что с нами. Мы постараемся ответить на ваши вопросы. Ну, а если наши политики будут заговариваться, будут лозунгами говорить, пожалуйста, вот огромная просьба ко всем, кто собрался в Попасной. Останавливайте, задавайте конкретные вопросы. Я буду стараться, я на вашей стороне, я буду стараться, чтобы разговор у нас был живой и очень конкретный. Далее, одна из главных тем этой недели – миланские переговоры. Переговоры Владимира Путина и Петра Порошенко. Переговоры, от которых очень многое зависело. Мы будем сегодня рассказывать о том, как они проходили. Это одна из главных тем программы. Ну, а пока что интервью человека, которого без преувеличения можно назвать легендой. Человек, прогнозы которого сбываются всегда со стопроцентной точностью. Збигнев Бжезинский говорил с нами об этих переговорах и об Украине. Я хочу вас спросить, а можно ли доверять Путину? Можно ли доверять России? Не ведет ли Москва двойную игру, когда одни действия на публику, другие, совершенно противоположные, завершаются руками боевиков? Тут все зависит только от вас. Страна может быть настолько независимой или зависимой, насколько позволяют ее жители и ее лидеры. В этом и заключается сила нации. Первые 20 лет независимости Украины были потрачены впустую. Не думаю, что мне нужно рассказать вам, как и благодаря кому. Теперь это вызов для всех вас сделать так, чтобы следующее десятилетие оказалось успешным. И если вопрос в этом, то я довольно оптимистичен. И не только насчет будущего Украины, но и насчет будущего России. Но если говорить об этих переговорах с Путиным, то не возникает ли ощущения, что основные решения принимаются вовсе не на этих встречах, что такие саммиты – лишь возможность переставить публичности к луарной договоренности? И разговор Порошенко с Путиным полезный. Возможно, Путин как раз во время этих переговоров и поймет, что у Украины теперь есть руководство, заинтересованное не только в том, чтобы самим обогатиться, но и сделать Украину успешной, демократической, сделать ее частью Европы. И в то же время страной, не враждебной России. Думаю, будет найдено позитивное решение, которое сможет устроить всех. Вы не поверите, Бжезинскому уже 86 лет человек, который в свое время определял американскую политику, сейчас по-прежнему на нее влияет. Ведь к его советам прислушиваются многие, ну, тот же Барак Обама. Большую часть нашего разговора мы покажем во второй части программы «После девяти вечера». Не пропустите. Политик, прогнозы которого всегда оказывались верными, рассказал нам с вами, что дальше ждет Украину и Россию. Почему поддержки Европы до сих пор не хватало, чтобы остановить Путина? Наверное, каждый из нас вот в той или иной формулировке, но задавался этим вопросом. Ну, вот действительно, вроде бы и правильные слова говорят на самом высшем уровне. Даже санкции ввели. Но ощущение, что все это не работает, и что решение украинской проблемы может затянуться, затянуться на годы. Прорыва ждали на днях от переговоров Петра Порошенко с Владимиром Путиным в Италии в Милане. И чтобы лично разобраться, вот, а как на самом деле настроены итальянцы? И я, и наш европейский саппор София Гордиенко, мы тоже туда поехали. Поехали вслед за президентом. Так что у нас с вами сейчас есть два взгляда на происходящее в Италии. Милан в эти дни не узнать. Город, куда приезжают ради неспешных прогулок и шоппинга, заполнен силовиками. Сотни полицейских, немногочисленных туристов распугивают звуки сирен, вечно спешащих кортежей. На саммит Европа-Азия съехались почти полсотни первых лиц, глав государств и правительств. С охраной, делегациями, свитой, прессой. Но все эти дни в центре внимания лишь несколько фамилий. Меркель, Алланд, Ренци, это хозяин саммита, итальянский премьер, а еще Порошенко и Путин. Когда эта миланская встреча только готовилась, во многих европейских столицах звучали возмущенные возгласы. А зачем приглашать Путина? Вот давайте проигнорируем его, давайте покажем характер, покажем свое отношение к происходящему на востоке Украины. Но заступилась Италия, а точнее клуб друзей Путина, довольно влиятельное лобби, которое не скрывает, насколько серьезно итальянские политики связаны с российскими, насколько сильно местный бизнес зависит от россиян, и как много недвижимости россияне купили и здесь, в Милане, и в окрестностях, считай местные провинции чуть ли не областями Российской Федерации. Это Форта Деймарми, городок, где русскую речь на улицах слышишь куда чаще итальянской, и где даже на заправках пары бензина смешаны со стойким запахом дорогих духов. Городок основал сам Микеланджело, проложив сюда дорогу от Рима, но его русскоговорящие обитатели уверены, ну какой там Микеланджело, мол это они превратили форта в приличное место, купив его с потрохами. Еще бы, ведь после появления россиян на здешних улочках спешно открылись десятки дорогих бутиков. Персонал срочно учит язык Пушкина. Цены в ресторанах выросли в десятки раз. Заказывают в основном французское и итальянское вино. Сколько за бутылку? Минимум 4000 евро. Из провинциального городка Форта Деймарми превратился в один из самых дорогих в Европе. И даже местную газету стали печатать на русском. Мэр города Умберто Буратти признается нам, к 2000-м нашествие россиян приобрело невиданный размах. Сейчас только официально. Половина недвижимости в городке, а это 9 квадратных километров, принадлежит русским. А сколько еще домов оформили на офшорной компании? Тут все скупил Путин. Почему? Да потому что у него есть деньги. Гостиницы, пляжи, виллы. Все скупил подчистую. Живут в самых лучших домах, вон там, в районе Рома-Империале. Цены на недвижимость самые дорогие в стране. И чтобы в итальянском городе вообще остались итальянцы, мэрия даже программу помощи для них придумала. Если кто из местных здесь родился и прожил 18 лет, мы выделяем ему землю по строительству дома, потому что цены на недвижимость неподъемные. Куда нам тягаться в заработках с русскими? Но продавать дом потом нельзя 20 лет, чтобы гости города и это не перекупили. Дошло до того, что мэру позвонили из Иркутска. Хотели купить башню форты, главную местную достопримечательность. Это было уже слишком. Мы же не пытаемся ваш Кремль купить, раскричался тогда мэр. История этого городка ключ для понимания и того, что происходило в эти дни в Милане и для всей итальянской политики. Переговоры Петра Порошенко были, увы, на чужом поле. Ведь как бы хозяева саммита не уверяли украинского президента в поддержке, слишком уж сильно они зависят от Москвы и лично от Путина. А он и не скрывал, что чувствует себя в Италии как дома. Самое сердце города, префектура Милана, именно здесь в эти минуты накрывают столы для того, чтобы провести так называемый политический завтрак. Встречу Порошенко, Путина и европейских лидеров. Местные журналисты шутили. Разговоры об Украине явно отобьют российскому президенту аппетит. Каково же было их удивление, когда выяснилось, что российские дипломаты действительно связались с организаторами и предупредили, что Путин практически не будет завтракать и, скорее всего, ограничится лишь очень крепким черным кофе. Но дело вовсе не в политике, а в том, что российский президент накануне этой встречи до половины четвертого утра тусил со своим итальянским другом Сильвио Берлускони и на разговор с президентами отправился в далеко не лучшем расположении духа и далеко не лучшем самочувствии. Идея встретиться за завтраком, как нам сказали, тоже принадлежит итальянцам. Мол, это позволит и атмосферу несколько разрядить, и самим хозяевам саммита присоединиться к разговору, стать своего рода посредниками в мирных переговорах по украинскому вопросу. Предложение устроило европейцев. Встреча для того и затевалась, чтобы примирить Киев и Москву. Настолько, насколько это возможно. Не ради Украины, а ради себя. В Берлине и Брюсселе настаивали, Порошенко и Путин просто обязаны договориться по газу, чтобы Европа не замерзла. Но вот незадача. Чуть позже, в обед, с переговоров четверки, Петр Порошенко вышел в отличном настроении. Мол, газовый вопрос близок к решению. Маем певный стриманный прогресс в газовом питании. Но уже через несколько часов, по завершению этих непростых миланских переговоров, заявил журналистом совсем о другом. По газовым вопросам нет конкретных результатов. Что же изменилось за эти два часа? Как неофициально рассказали нам в одной из европейских делегаций, Россия вела двойную игру. Во время разговора глав государств тет-а-тет Путин делал бить, что за. Но стоило вопрос отдать делегациям, договариваться о деталях, те, будто бы по собственной инициативе, попытались его заболтать. Мы сказали, что у нас должны быть две цены. Так же, как и на европейском спотовом рынке, есть две цены. Цена в зиму, когда попит взросла и экономика обрунтована наиболее высокую цену. И цена в лету, когда цена падает, потому что нет попит. Наша пропозиция спільно, подкреслюсь, спільно с Европейским Союзом полягала в наступном. 325 в лету, 385 в зиму. Позиция россиян – не, 385 целый год. Дошли сгоды, де-факто принявши украинскую позицию. Замерзнуть без российского газа бояться и в знакомом нам курортном городке Форте-Деймармі. Мы, итальянцы и европейцы, очень опасаемся того, что Путин сказал по поводу уменьшения поставок газа. Это для нас может стать огромной проблемой, ведь мы, итальянцы, не имеем никаких энергоресурсов. Сальваторе без труда цитирует Путина, поскольку в его лучшем в городе отеле показывают российское телевидение. Да и итальянские вещатели по информационной политике мало отличаются вестей или Первого канала. Синьор Мадонна на свою голову решил покреативить, выпустил специально для русских гостей безобидный ролик о том, как принято вести себя в Европе. Русские женщины любят фирменную одежду и туфли на шпильках, но у бассейна можно обойтись и без них. Мы знаем, что в России не шутят с водкой, но я бы посоветовала вам не привлекать итальянцев к знаменитому тосту «Пей до дна», чтобы не стать свидетелем сцены потери чувств от перебора алкоголя. Но купившие город россияне юмора не поняли и всерьез обиделись. Они увидели в ролике что-то еще, какой-то подтекст, мол, это из-за конфликта с Украиной и, мол, мы такого не любим. И когда они меня оскорбляли, я даже не отвечал. Синьор Сарваторе знает тех, кто живет здесь пофамильно, говорит, постоянно бывают все того он видит в новостях, в том числе и в сюжетах о Миланском саммите. А еще члены семьи Ельцина и даже сестра Путина, мол, она скупила очень много недвижимости по всей Италии. И снова история Форте Деймарми становится ключевой для понимания хитросплетений Миланского саммита. В куларах встречи как раз обсуждали негласную договоренность не поднимать на переговорах тему санкций против России. Мол, чтобы не обострять и без того непростой разговор. А на деле, похоже, итальянцы просто не хотели обсуждать щекотливую для них самих тему. Поэтому и Петру Порошенко свою же Миланскую программу «Максимум» выполнить было не под силу. Европа разделена и разделена намного сильнее, чем нам кажется. Но, несмотря на это, украинской делегации удалось добиться от всех участников переговоров, в том числе и от России, четкого обещания. Они не признают так называемых выборов, так называемых ДНР и ЛНР. Путин вынужден был пообещать, он против разделения Украины, он против замороженных конфликтов. А остальное, по-видимому, станет темой уже новых переговоров. С окончанием Миланского саммита, когда высокие гости разъехались, в эти места снова вернулись тишина и покой. А часть российской делегации, дождавшись от лета шефа, инкогнито полетели вовсе не в Москву, а сюда, в Форте Деймарми, подальше от российских проблем. Из Италии Дмитрий Анопченко, София Гордієнко и Сергей Ковы. Телеканал. Интер. Но не визначально, и в том, чтобы мирный план президента был реализован, и для того, чтобы мы, певно, все почували. Но тем не менее, мы крок за кроком вибудовываем то, что я называю проукраинскую и, возможно, навіть, так скажу, антипутинскую коалицию. Потому что крок за кроком, страны начинают понимать, что если они не будут впливать на то, что происходит на постсадянской территории, то, что, очевидно, они будут поза грою. А сколько кроков еще нужно сделать? Сотни, десятки, тысячи? Вы же бачите, что Украина делает много, но ситуация не изменится. Думаю, каждый день нужно работать и понимать ситуацию. Первое, что мы должны понимать, у нас очень много балотов, которые были в хорошем отношении с Путином. Кто-то обнимался, кто-то целовал, кто-то хитиков, кто-то давал Украину. И все мы должны понимать, что в России от часа Путина до часа Путина почти ничего не изменилось. А моральность и подлинные стандарты были в основе внешней политики. И мы доверять одни разговаривали с Путином не можем. То есть, мы должны двигаться в всех направлениях. То есть, наша делегация сделала то, что могла сделать. На самом деле, ожидания, конечно, были больше от Путина и от европейцев. Эти ожидания, на мой взгляд, не справились. Но, тем не менее, для нас нужно усиливать, на деревне Збігнів-Джинський, это проговорил в фрагменте, что вы показали, нам нужно усиливать и в середине страны. Мы, вокруг мирного плана президента, должны быть объединены. И все работают тут. Поэтому тогда и Путин, и европейцы, когда увидят объединенную Украину, нам легче будет домогляться. Вы знаете, европейцы не только объединены. Украину хотят, из моих разговоров в Милане, я понял, что они хотят бачить певные срушения в самей стране. Как они могут помогать Украине, которая не делает серьезных реформ, которая не делает серьезных кроков? Это однозначно. Потому что я мечтаю, была одна женщина политика, она все мечтала. У меня тоже есть мечта, чтобы швидше выборы закончились. Чтобы уряд вернулся на работу. Потому что мои коллеги из уряда придумали собаку, они себе выбирают премьер-министры. Хотя парламентские выборы не предвращают прямой выборы премьера. Кто-то придумал собаку, я в Львове побачиваю мера Львова, який, до речи, у хороших отношений был с Колесниковым, Януковичем, на День народжения еду. Придумал собаку, он цехлеструет. Я думаю, он не имеет морального права. Например, тогда нужно с него начать люструвать, как друга Януковича и Колесникова. Я думаю, что каждый должен делать то, что он должен делать. Премьер-министр должен работать как премьер-министр, министр энергетики как министр энергетики, головы областных и районных администраций. Почему, на мою думку, беда, что была в Донецке и Луганской области на предыдущем месяце? Потому что за квотами призначены предыдущие главы областных администраций, они фактически готовились к выборам. Сейчас они на всех. Давайте разберемся, что там сейчас. И вот президент в своем интервью многим телеканалам, в том числе и Интеру, говорил сейчас о том, что многим людям придется достаточно долго прожить в серой зоне. Может быть и до полугода, может быть и до года. А что государство может сделать для этих людей? Давайте услышим тех, кто там достаточно близко к линии фронта, у кого разрываются снаряды. Андрей, а что те, кто рядом с тобой думают сейчас о ситуации? И вот господин Томенко говорит, что у него есть мечта. Какая у этих людей мечта? Да, Дима, у нас вот собрались люди, пришел и мэр города Попасное. И вот у него есть определенные, можно сказать, даже не предложения, а просьбы, да, я так понимаю, к влиятельным людям. Добрый вечер. 22 июля город Попасное был освобожден от сепаратистов, но не прекращаются, до сих пор не прекращаются бомбовые удары, наносимые по городу Попасное со стороны сепаратистов. Я вам назову несколько цифр. В результате этих ударов погибло 11 человек, более 30 раненых. Повреждено более 40 многоэтажных домов и более 200 домов частного сектора. Так вот, я бы хотел обратиться к влиятельным гостям в студии. Взять на контроль, я уверен, что сейчас мы не услышим этот ответ, но взять на контроль решение вопроса, не за горами уже у нас зима, решение вопроса о том, и хотим услышать, когда же наконец будет решен вопрос о компенсациях тех ущербов, которые нанесены в результате этих ударов. Городскому бюджету с общим бюджетом 12,5 миллионов – это не под силу. Спасибо. Друзья, я думаю, что тут нужно реалистично смотреться и говорить про поэтапные вещи. Отчаянно и уже новопризначенный глава областной администрации Геннадий Москаль нарешті почав решать вопрос о пенсии и заработных платах, причем решили самостоятельно, с охраной. И, до речи, когда мы в Верховной Раде проголосовали и изменили меж в деяких районах Луганской области, там было много политиков сказали, что мы страну сдаем, а насправді мы пенсии выплачиваем. Насколько занедбана ситуация, и в Луганской области, и в Донецке, что не можно решить это сразу. Отже, пенсии и заработные платы. Другая позиция. Сколько сейчас нужно на это? Ну, я думаю, что те, где у нас есть заборгованность, я думаю, что это протягом тижня, двух недель можно решить. Все заборгованности решили вопросы по пенсии и зарплате. Давайте мы зафиксируем. Давайте мы зафиксируем. Мы в живом эфире, люди нас дивляться. Тобто, тиждень, два тижня, до листопада, главную программу решить. Я думаю, что до 1 листопада можно заборгованность решить по пенсии и зарплате. Теперь, что касается отбудовы, это окремая история, связанная с тем, как начать отбудовывать то, что было сруйновано. Это проекти и международные. Потому что, вы же понимаете, ситуация такая, что Киев, Черкаська область и Львовская может отдать от себя гроши этому бюджету и передать туда. Международные проекти – это очень долгие проекти. Это проекти, где уходятся терміни, бюджеты. Тем не менее, президент ставит умову, что кроме украинских ОШЕЙ, приоритетные должны быть международные гроши. Для того, чтобы мы начали отбудову. Но сегодня ключевое будет это опаление, это школы, это детские садочки, это там, где живут люди. Все остальное будет еще одно другое рядом. И самое важное, друзья, у меня тоже до вас прохание активнее помогать нам. Если обратиться, может быть, до Путяна вернуться, чтобы не присылал инкадировцев и чеченцев. Вернуться до сепаратистов, чтобы они наконец не мучили, не знущались над людьми. Чтобы мы вместе, и Луганщина, и Киев объединяли Украину. Как мы вместе будем работать вместе, легче нам будет и восстановить Луганщину, и финансировать. Пан Микола, ну, втомилося уже украинцы обратиться к Путину. Я там, ну, розумею, что уже не только с пропозициями, а даже с проклянами. Добре, забули про это. Нарешті, але ж, вибачте, кілька месяцев назад зверталися частина до Путіна, чтобы он вызвало от Бандерицы. Поэтому, я думаю, мусим честно сказать, что мусим всі помилки выправляти. И Киев, и Донеччина. Нам треба на сюжет прорватися. Мы за вами продолжим уразмову. Люды с попасными знамо на зв'язку. Есть важный момент. Я обязан просто о нем сказать. На прошлой неделе, в прошлое воскресенье, в этой студии, вот на этом месте, где сейчас Николай Томенко, был Юрий Луценко, на связи были шахтеры из городка, где уже три или четыре месяца не получали зарплату. Я разговаривал с ребятами, которые там работали, наши корреспонденты, тот же Андрей Илач. Ну, ребятам страшно было на них смотреть, потому что людям, в прямом смысле слова, без преувеличения, вот по-честному, нечего было есть. Мне очень приятно сказать, что после нашей программы эти люди получили задолженность за все те месяцы, за которые им были должны. Я очень надеюсь, что то, что обещаете... Я очень надеюсь, что то, что вы обещаете, сработает. На самом деле, мужественный поступок. Вот спасибо, что человек пришел в нашу студию, что что-то изменилось. Это, ну, и для нас важно, что мы не просто поговорили с людьми о проблемах. Надеемся, в этот раз тоже получится. Мы прервемся на сюжет. В Крыму псевдореферендум и псевдовыборы. Но вот теперь еще и псевдоперепись. В Крыму решили посчитать население. Многие уже сомневаются в правдивости результата этой кампании. Вот почему. Ведь переписью Кремль пытается показать миру. Мол, смотрите, здесь большинство русские. Ну, а вы говорите аннексия. Елена Механик о том, как считают и как украинцам остаться украинцами в Крыму. Короткий инструктаж и раздача портфелей с анкетами. Это те, кто будет пересчитывать крымчан. Ведете совместное хозяйство, питаетесь вместе. Перепись больше похожа на допрос, чем на опрос. Какой метраж вашей квартиры? Достаточно ли вам этой квартиры? Сколько у вас недвижимости? Крымская активистка Лиза Богуцкая, которая пришлась сбежать на материк из-за преследования ФСБ, говорит, эта перепись не что иное, как очередная манипуляция Кремля. Эта перепись создается не только, чтобы понимать, какая численность населения здесь проживает, но и чтобы доказать, что действительно русских здесь проживает больше, чтобы потом составить о Крыме вот такой общенациональный портрет, что Крым – это территория исконно русская. За время оккупации Крыма с полуострова на материк выехали почти 19 тысяч человек. Это официально. Неофициально – в два раза больше. Крымчане стремятся в основном в столицу. Для них на центральном вокзале красным по белому написано, кто решит их вопросы. Но тут переселенцев лишь пронумеруют, проинструктируют и направят в суд службу за шестимесячной компенсацией. О выдаче казенных гривен Кабмин отрапортовал, но деньги на руки переселенцам с полуострова до сих пор не дают. Продолжается волокита по министерствам. Почему? Мы пытались спросить представителя управления по соцзащите. Он вместо ответа просто сбежал. А крымчане все пребывают и пребывают. Симферополь, Феодосия, Алушта, Ялта, Керчь. Те же, кто остается в оккупированном Крыму, а душу и сердцем, как и прежде с Украиной, не скрывают. Патриотизм, соединяющий их со своей страной, как перешейк, соединяющий полуостров с материком, становится тоньше. Каждый новый закон, который принимают на большой земле, еще сильнее запутывает клубок отношений на малой захваченной. Вот в Киеве объявили Крым свободной экономической зоной. На материк нужно ехать с пустыми руками или с пустым баком. Мужу Лизы Богуцкой было не до патриотизма. Украинские пограничники заставили вылить бензин. Запрет на ввоз. Вот у него там, сколько, 5 или 10 литров, он вылил этот бензин, тогда его пропустили. Крымская прописка в украинском паспорте теперь словно клеймо. Кредит, депозит, банковский перевод. Об этом крымчане, у которых в сердце до сих пор Украина, на материке могут даже не думать. 4 тысячи предпринимателей не в силах до сих пор нормально запустить бизнес. Все, что нам для этого надо, сделать нам перерегистрацию. Нам всего лишь нужно поставить нам штампик о том, что мы перерегистрированы временно. Мы 5 месяцев с этим носимся. Как дурень со ступой, никто эту проблему решать не хочет. Пока крымские активисты на материке сражаются с Кабминовским ноу-хау, их друзья и родственники приспосабливаются к новым реалиям на полуострове. Родители, вот они, допустим, они очень долгое время не хотели принимать гражданство России, но им пришлось, потому что имущество на них. Если они не примут гражданство, отберут просто имущество. Крымские пенсионеры вынуждены брать не только российские паспорта, но и пенсии. Ведь за украинскими надо выезжать на материк. Вы себе не представляете, что иногда происходит на границе? Как пограничники просто выворачивают эти сумки для того, чтобы найти второй паспорт. Если они находят российский паспорт, они в украинском ставят штамп, въезд в Украину запрещен. Граждан Украины из Крыма в самой Украине ждут только по спецприглашениям. Я каждый раз, когда переезжаю на территорию материковой Украины, я всегда слежу за тем, чтобы у меня было какое-то приглашение и подтверждение. Потому что езжу я, как правило, по рабочим вопросам. Они всегда интересуются, особенно у лиц мужского пола, с какой целью едете. И вот еще один показательный пример о законодательной чехарде вокруг Крыма. Я испытала это лично на себе. Это согласие моего бывшего мужа на временный выезд нашей дочери из Крыма в Украину. Выдано на полуострове уже после аннексии. В Киеве я обошла два десятка нотариусов, чтобы сделать перевод документа на украинский язык на нотариально заверенном бланке. И в каждой конторе мне отказали. Они лишь в одной согласились. Перевод сделали, но на обычном листке. Этот документ имеет значение лишь на полуострове, на материке. Это просто бумажка. Если нас изолируют вообще, на душе, знаете, неспокойно все равно. Назваться украинцем во время нынешней псевдопереписи в Крыму сродни подвигу. И сколько окажется таких героев? Каждый новый закон – это очередной забор между нами и нашим собственным государством. Зачем это делать? Зачем нас пихают постоянно в объятия России? Я уже такую аналогию придумала, знаете, когда из каких-то закрытых дверей пытается человек выбраться, а его еще и камушком с этой стороны подпирают. Вот это сейчас такая позиция Украины. По сути, перепись, которая закончится на следующей неделе – это борьба Киева и Москвы за сердца крымчан. Последние используют запрещенные приемы. Закрыла все украиноязычные школы, оставив в некоторых лишь классы. Теперь очередь за учебниками на украинском. Вот как поступили в одной из школ под Симферополем. Часть книг были, скажем, аккуратно упакованы и уложены в книгохранилище, а часть были отправлены в мукалатору. Впрочем, Россия особо не скрывает истинных целей переписи, которую затеяла. В Госдуме не стесняясь заявляют – это легитимизация мартовского референдума. Мол, посмотрите, как демократично и законно произошло воссоединение с Крымом. И здесь уже не до судеб отдельных крымчан. Елена Механик, Юлия Крючкова, Наталья Неделько, Сергей Еременко. Подробности недели – телеканал «Интер». Леня Механик, спасибо за честный сюжет. Дело в том, что она крымчанка, там живут ее родители, поэтому многие-многие из этих ситуаций, которые ее герои рассказывали, она видела изнутри. Господин Томенко, у меня к вам вопрос. С одной стороны, смотри, что делает Россия. Они пытаются сделать так, чтобы в результате этой переписи в Крыму уж там правдами-неправдами появилось какое-то русское большинство, а все остальные, в том числе и крымские татары и украинцы, вот были просто меньшинствами. К этому все идет. К этому все идет, потому что для украинцев теперь признать себя украинцем – это действительно проблема. Это вызов, это смелость. И в тот же момент принимаются все решения, законы, которые заставляют этих людей принимать гражданство. Вы видели, что они говорили, что для них можно сделать, почему так происходит? Я думаю, что тут непростая история, потому что, если в истории с Донецком и Луганском я так деликатно дорекнув нашим співчизникам, то в истории с Крымом тут, я думаю, наша альтернативная любовь Украины до Крыма, она не может быть вечною. То есть мы должны иметь какую-то соответствующую реакцию с боку тех людей, которые живут в Крыму. Потому что, когда начались события в Крыму, крымские татары, единственные, которые были союзниками Украины, на жаль, многие наши украинцы, начиная с героев Украины, директоров и ректоров УЗИВ, сказали, что умрут за Путіна. Окей, но не все же. Не все, но абсолютно большинство. Практически из тех, ну вот я вам скажу, что все практически депутаты из Крыма. Те люди, которые получили звание Героя Украины, те люди, которые занимали найвищие посадки, все академики, жодна людина публічно не выступила за Украину. Бог за ними з агодатами, Бог за ними з академиками. Є прості люди, которые стикаются щодня. Вибач, и прості люди в том числе. Тому, друзья, значит, давайте, если не удалось у нас по закоханиям шлюб, давайте по рассчитану. Тобто мы сегодня маем, соответственно, ведомство, которое начинает работать. И, соответственно, будем делать все, чтобы и те люди, которые стали переселенцами, из Крыма были защищены Украины. И, естественно, в международном сенсе, ну, это нікчемный черговый акт. Мы понимаем, что перепис, кроме тотаритарных стран, никто не видит. Но мы понимаем, что это второй этап депортации. Это, фактически, была сталинская депортация, теперь путинская депортация. Потому что они защищают украинцев и украинский этап. Больше, я вам скажу, что у Крыма будет перераспадал майна. Потому что вы зафиксируете майно, и народ знатиме, там зараз бандитов из России, и сколько, что они сейчас будут выбирать у нормальных людей это майно. Мы маем закинчивать. Скажите мне коротко, если можно. Якою будет ответ Киева? Ось есть этот московский план, вы его понимаете, мы его понимаем, люди самих его понимают. Я думаю, не всегда такие планы, и план по Криму нужно озвучивать. И план будет такой, чтобы сделать все, чтобы такие нікчемные переписы не визнавались святом, а чтобы мы защищали украинцев, кримский этап и всех жителей Крыма, а в перспективе повернули Крим, яка в лоно Украины, и где выполнилась в исключительном законе Украины. Дякую. Дякую за разговор. Дякую, что были в нашей студии. И про термины мы договорились. Доброе. Дякую вам. Продолжим. Ситуация на фронте. Мы сейчас поговорим о том, что там происходит. Продолжается ли стрельба. Олег Лешко должен был подъехать в нашу студию. Олеже, дякую. Заходите, пожалуйста. Продолжается ли стрельба. Продолжается обстрел. Продолжается гинуть люди. Мирные граждане то что. Вибачьте. Голос пропал. А давайте мы так с другом. Давайте мы сейчас прорываемся. У нас есть включение зоны АТО. У нас включение зоны АТО. Есть Ирина Баглай. К нам присоединяется. И мы продолжим тогда просто с вами. Ирина Баглай. Ага. Что нам дали? Нам дали попасную. Андрей. Если. Хорошо. Есть возможность Иры Баглая услышать. Прекрасно. Мы тогда попасной вернемся. Ир Баглай. Скажи, пожалуйста, что происходит сейчас в зоне АТО. И соблюдаются ли вот эти мирные договоренности? Да, Дмитрий. За эти сутки боевики предприняли несколько попыток штурма Донецкого аэропорта. Украинские киборги, как их прозвали сами же террористы, не только отразили атаку. По словам советника президента Юрия Бирюкова, наши бойцы уничтожили боевиков. Сегодня же минометным обстрелом ДНРовские террористы накрыли Авдеевку и ударили по Дебальцевому из реактивных установок ГРАД. За эти сутки боевики 50 раз нарушили режим тишины. Хочу сказать, что несмотря на ежедневные попытки украинской стороны установить режим перемирия, несмотря на заявление руководителя террористической ДНР Захарченко, что боевики готовы прекратить огонь, здесь в АТО не проходит и дня без обстрелов. В совместном центре, это рабочая группа, созданная месяц назад для контроля огня и установления мира на Донбассе, все стороны Украина, Россия и ОБСЕ констатируют, договориться не получается. Пиняют на неподконтрольные и ДНР, и ЛНР банд-группировки, их насчитали пять. Такой вот сепаратизм внутри террористических республик. Одна из минских договоренностей использования беспилотников и увеличение их количества для мониторинга обстрелов, чтобы стороны конфликта не были голословны в своих взаимных обвинениях. По видео уже стало бы ясно, кто открывает огонь первым, но сегодня стало известно, миссия ОБСЕ останется без глаз и ушей, как минимум немецких. Она отказалась от беспилотников, которые должны были обслуживать офицеры Бундесвера. Это информация канала Deutsche Welle. ОБСЕ не хочет военного присутствия в миссии, и вот какой была эта неделя на линии фронта, что происходило накануне и после долгожданных переговоров Порошенко и Путина, предлагаю посмотреть в нашем сюжете. Село Первомайское в 18 километрах от Донецка. В террористической ДНР оглашают свое якобы пятидневное перемирие, а во двор этой семьи оттуда прилетает 8 мин. Ложатся кучно. Это огороды сплошные в воронке. Через дом здесь вообще у соседа моего 10 воронок во дворе. Сколько у вас для него упала мин? Чтоб 15. Чтоб 15. Главарь ДНР Захарченко обещал придерживаться режима тишины. Неделю назад объявил пять дней без огня для своих боевиков. Послушались? Видно тут. От села Пески, где базируются украинские военные, живого места почти не осталось. Им эта территория нужна, но им здания и люди не нужны. Донецкий аэропорт, Дебальцево и побережье Азовского моря – самые горячие точки минувшей недели. И самые горячие темы для переговоров украинских и российских военных. Россия, Украина и ОБСЕ уже больше месяца пытаются договориться, как остановить конфликт на Востоке. В процессе участвуют и боевики. Здесь, в Дебальцево, даже совместный центр создали для мониторинга ситуации. Идут торги за Новоазовск и Тельманово. Территории должны перейти под контроль украинской власти. За кулисьей переговоров приоткрыл советник главы МВД Герасченко. Но здесь, на передовой, комментарии лаконичны и дипломатичны. Донецкий аэропорт является подконтрольным силам, которые участвуют в операции АТОМ. А по карте? И по карте так же. И по карте так же. Это не наша территория. Чтобы огонь прекратился, прежде всего не хватает, скажем, выдержки у тех подразделений, которые находятся друг напротив друга. Вот она карта, вокруг которой идут споры в этой маленькой комнате. Донбасс как на ладони. Каждый день новые пометки очередных обстрелов. Пока не наступит настоящий режим тишины, буферная зона и линии размежевания определены не будут. Этот рубеж фактически должен проходить по реальной линии контроля территорий. Буферную зону еще предстоит утвердить парламенту. В то, что отвод артиллерии начнется скоро, пока никто не верит. Слишком много отрядов боевиков. Слишком много полевых командиров. Кое-кто обстрелы прекратил, а кто-то, как донские казаки, начал по-новому. В Луганской области вообще царит Махновщина. Здесь генералы могут договориться, а там, что можно урезонить, гарантии пока никакой. Один километр это максимальное расстояние, на которое можно приблизиться к Донецкому аэропорту и быть в какой-никакой безопасности. Сейчас здесь короткое затишье, но этой тишине наши украинские военные как раз и не доверяют. Генерал российской армии, которая делает вид, что не воюют на Донбассе, пытается давать указания украинским силовикам. Когда начнем разбирать, что за танки БМП появились с украинской стороны. Это подвозят продовольствие, подвозят медикаменты, эвакуируют раненых. Поднимаем вопрос, давайте без танков, без БМП, на открытых машинах, пусть подвозят продовольствие, пусть эвакуируют раненых, при необходимости. И вы же понимаете, что это людей на смерть. Самое главное не поднимать вот эту планку напряженности. При этом предпочитает не вспоминать, кто на самом деле поднял планку напряженности. Николай и Руслан десантники 95-й житомирской аэромобильной бригады. Это они каждый день доставляют припасы и вывозят раненых из аэропорта. Предложение российского генерала заехать в терминал без брони считают абсурдным. Очень тяжело, потому что не знаю, с какой стороны, может, начинают обстрелить. С какой стороны бьют конкретно, мы не можем определить. Мы стараемся давать бой, в бой входим и стараемся разгрозить, поставить воду, боеприпасы, продукты, чтобы удержались. Каждый раз после каждого выезда колеса пробиты, еще пять. До этого никогда, кажется, не привыкнуть. Мы не надеялись, что они решают, что войска ведут, что нам будет спокойнее. А так, они ничего не меняются. Так само идет обстрел, так само все равно идет. Сегодня у нас часа два назад, городы где-то лупили, где-то километр, где-то спали. Они, как и многие, надеялись не на генеральские переговоры в Дебальцевом, а президентские в Милане. Знаете, зузу встречи вчера Путина-Порошенко? Где, в Милане? Да. И что, в Путина? Ну что, по-моему, они там ничего не решили, что-то по газу, а по армии так я не знаю, что они что-то решили, или нет. Переговоры одно, а танки увидеть в собственном огороде совсем другое. В селе Фашевка пять русских танков. Не знаю, откуда, не знаю, как пришли, не знаю. Хозяева танков нашлись там, где идут полевые переговоры. Представители террористических ЛНР и ДНР путаются в формулировках. Все гражданские люди, взявшие, которые, значит, ну, как вам сказать... На танках? А вы думаете, там люди, которые на танках в армии не служили? Или вы думаете, на танк сел и поехали? На танки, на танки. Как нам говорят, танки отжали у противоположной стороны. Сразу же с Россией. У противоположной стороны мы не соседи. У нас не было столько танков. В 15 километрах от совместного центра, где ведутся переговоры о восстановлении мира на Донбассе, здесь, на крайней точке, на крайнем блокпосту украинской армии, готовятся к контрнаступлению боевиков. Я не знаю, что сюда можно садить. Но, честно сказать, страшно реально. Мы прекращаем, вроде бы никого не трогаем, сидим тихонько, молча, к нам прилетает. Из-за чего прилетает. Ирина Баглай, Василий Миновщиков. Подробности недели. Телеканал Интер. Это подробности недели. Это подробности недели. Олег Лешков в нашей студии. И напомню, у нас сегодня есть еще одна выездная площадка. Площадка с Попластной. Дайте с ней, пожалуйста, связь. Я тех людей, которые нас смотрят, хотел бы спросить о том, что они думают об этом так называемом перемирии, а самое главное, как им живется. Во время этого так называемого перемирия. И, Андрей Лешков, если есть вопросы к нашему гостю, мы тоже готовы их услышать, готовы ответить. Да, Дима, я хотел сказать, что в городе Попластная много разрушенных домов, есть и уничтоженные, и люди фактически восстанавливают их своими руками. Собственно, Инга больше об этом расскажет. Она жила в разрушенной квартире, восстановила ее практически самостоятельно. Инга, где сейчас живете? Как? Какие у вас вопросы вы хотели отреагировать на предыдущего спикера? В данный момент мы находимся у родственников. 18 июля во время освобождения города Попластной было разбито мое жилье. Прошло три месяца, никакой компенсации обещанной мы не получили, хотя обещанной было еще полтора месяца назад. Олег, убедительная просьба, передайте, пожалуйста, правительству, что мы ждем. Мы ждем. Мы мирные жители, которые пострадали во время обстрела, мы ждем компенсации, мы ждем внимания. Пожалуйста, обратите на нас внимание. И вот еще хотела отреагировать очень сильно Наталья, наша предыдущая, первая гостья. Вы тоже были неудовлетворены ответом. Конечно. То, что сейчас впереди говорил оратор, нас вообще ответ неудовлетворил ее. Мы все вот стоим, вот все, кто здесь, мы возмущены просто вот таким сухим, скупым ответом. Он просто вот так сказал, вот прислать бы его сюда, чтобы он пожил, чтобы он вот этот снаряд вытащил собственноручно со своего дома, так он бы мне-то, наверное, ответ бы прозвучал тогда совсем другой. Со мной, думаю, согласятся все, кто здесь, потому что здесь стоят те, у кого разрушены дома, у которых нет работы, у которых просто-напросто, уже психика на пределе. Спасибо, Наталья. Каждый день нахожусь там, я не знаю. Очень эмоциональные истории, и люди будут, не будут молчать, они обязательно будут спрашивать наших политиков, Дим. Да, мы действительно им за это благодарны, мы очень хотим вас услышать, потому что, видите, Олег, ну вот эти люди, они каждый раз, каждый эфир, я просто удивляюсь, наших политиков вот так немножко опускают с неба на землю, задавая очень простые вопросы, на которые они хотят получить ответ. А что вы можете им сказать? Я думаю, что люди абсолютно правильно делают, когда говорят правду. Потому что политики, которые сидят в кабинетах, они не знают, что происходит на Луганщине. Попасно. Нет светла, нет газа, нет воды. Минулого неделя я был, на этом неделе в Марьянске, несколько месяцев свободен, так же, светла, воды, газа нет. Уряд, вместо того, чтобы идти на выборы, уряд должен людям платить пенсии, уряд должен людям зарплаты отдать, уряд должен создать рабочие места на свободных территориях, компенсировать втрати, потому что люди невинные, и у них нет денег на компенсацию этих втрат. Они зима иду, они в холодных квартирах сидят, а наши урядовцы занимаются выборами и тратят деньги на выборную рекламу. Я считаю, что весь уряд в полном составе должен быть в Попасной, должен быть в Марьянске, должен быть в других и свободных местах, в Северодонецке, в Лисичанске, в Первомайске, для того, чтобы решить проблемы людей. И это будет лучшая агитация, а не они свои рилы всовывают в телевизоры, в рекламную кампанию. А люди, миллионы людей на Донбассе сидят без пенсии, без работы, без зарплаты. И когда нам рассказывают про мир, який это мир, когда в людей шарат не имеет чего? Який это мир, когда люди щодня обстреливают? Який это мир, когда буферную зону проводят посеред Донбассу, оставшись на призволящее жителей Донеччини и Луганщини. Я колечивый ответ коллеги Томенко, когда он говорит, что все кримчане плохие, все зрадили, и поэтому должна быть стена между Крымом и Украиной. Если идти за этой логикой, мы никогда не повернемо Крым назад. Олег, чекайте, но тот самый Томенко нам сказали, что за 2 недели он даёт обещанку, что с людьми рассчитываются. А чому они 2 недели тому рассчитывались? А все обещают после выборов. После выборов дуста с маслом будет. Треба все делать до выборов. Если до выборов не сделали, после выборов обдурят и ничего не сделают. Поэтому нужно негайно выплачивать пенсии и зарплаты. Но главное, в освобожденных местах нужно восстановить производство, чтобы люди... Вот он говорит, что виноваты на Донеччине и Луганщине. Чему виноваты? Бо банда Януковича довела до зубожения. Наше завдание – восстановить производство. Краматор, Славянск, какие заводы величезные, чего они не работают? Тысячам людей давать работу, давать зарплату, и они будут с Украиной. Российская подлодка. Мы вызовем на связь наших корреспондентов и в Европе, и в Москве. Для того, чтобы вместе с вами мы в прямом эфире в режиме продолжающихся событий узнали, что же там на самом деле. Все это будет после рекламы. Мы встретимся с вами ровно в 9 вечера. Продолжение следует... 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 Наверняка там холодно. Мне в студии здесь сложно почувствовать, насколько холодно. Спасибо огромное всем, кто собрался. Андрей, а какие вопросы у тех, кто смотрит нас сейчас? Да, Дима, вот, собственно, у нас есть врачи, которые героически исполняют свой долг, и это не просто слова. В их станцию скорой помощи попал снаряд, все машины сожжены, и больше нам, естественно, расскажут люди, которые пришли сюда специально для того, чтобы обратиться к власти мучим. Ну, у нас снаряд 30 сентября попал в здание гаражей, и сгорело две машины скорой помощи. Все это время все сотрудники, начиная с весь июль, и август, и сентябрь, работают, обслуживают вызова, помогают и ранеными всем. Но мы не имеем возможности получать зарплату, не имеем никаких средств на то, чтобы приобретать эти машины. За счет чего вы живете сейчас? Как вы покупаете продукты? А продукты мы вообще не можем покупать, не покупаем. Нам их немножко помогает нам мэр города, выдает нам продовольственные пайки. С июля месяца мы не получали ничего. И когда будут какие-то подвижки, когда будут у нас машины на скорой помощи, чтобы мы могли полноценно обслуживать население нашего района. И вот у нас собрались практически все сотрудники скорой помощи, они за моей спиной, некоторых закрываю. Вот как вы сейчас обслуживаете людей, ходите пешком, что происходит? Ну, две машины, люди тоже понимают, какое положение. Такие особо экстренные вызова. По всем никому не отказываем, кому нужна экстренная помощь. Сильно экстренная. Работаете, получается, вы как? Работаем сутками, работаем сутки. На сутки идти, нужно что-то взять с собой, какую-то еду какую-то, да. Денег не получаем уже около четырех месяцев. Работаем все, работаем на голом энтузиазме. У вас эксклюзивная возможность обратиться к коллегу. Пожалуйста, нашему министру нашего здравоохранения, пожалуйста, выдайте нам нашу зарплату, то, что мы заработали. Вот люди просят выдать им, пожалуйста, зарплату. Дима. Спасибо. А давайте знаете, как сделаем? Мы в эфире еще порядка полутора, может быть, двух часов. Если министр здравоохранения смотрит нас, а знаю, что многие чиновники нас включают каждое воскресенье вечером, пожалуйста, позвоните. Мы готовы хотя бы в телефонном режиме вас услышать. И самое главное, даже не столько мы, там, бог с ними, журналистами. Вот эти люди, которые с нами сейчас на прямой связи, которые на улице, в холоде, стоят для того, чтобы их услышали. Они тоже хотели бы вас услышать, господин министр. Алло, Олежа, а вы мне скажите, тут не столько же в охране здоровья проблема. Проблема в том, что люди, ну, у людей не могут налагодить нормальное життя в многих галузях. А коли это все взагалі закінчится? Ось есть який термин, когда, ну, будет так, как было? Перш за все, я хотел бы, девчата, вам сказать, что в Украине немає министра охороны здоровья. Так само, как и многих министров немає. Они отправлены в отставку, и уряд на половину бездии. Щодо швидкої допомоги. Дякую, что поведомили, завтра знайду кого-то из многих спонсоров, раскручу, у вівторок обещаю, в Попасній будет два автомобиля швидкої допомоги. Можете переконаться в этом, у вівторок будут два автомобиля швидкої допомоги. Щодо зарплати. Завтра вранці піду до министра финансов, душу з нього витрясу, но чтобы зарплата у вас была. И нехай эти паразиты попробуют не дать зарплату. Соби в першу чергу платят, потому что не знают, как вы живете. Если бы знали, то сначала вам платили, а потом себе. Что касается, когда это все закончится. Когда влада будет ответственна. С липня месяца, звольнена Попасна. Чому не можно было налагодить там життя? Я про это говорю, потому что им до лампочки. Не доходишься до каждого министра по каждой проблеме. Правильно, им до лампочки интересы людей. Вот проблема нашей страны. Потому что олигархи керуют страной, которая набивает свои кишени. А проблемы простого вчителя, лекаря, их не цікавлят. И такие проблемы, как у Попасні, такие проблемы на всех территориях, звольненных Луганщиной и Донеччиной. Олег, есть еще одна проблема. И проблема абсолютно уникальная. Это новость с фронта. Батальон Айдар отказался сдать город счастья. Отказался сдать его террористам. Командир Сергей Мельничук утверждает, что ему предлагали, ни много ни мало, вдумайтесь, 20 миллионов долларов. Ну, давайте послушаем. Подходила я аккуратно до одного из моих, керевики, подрозили и охраняем. Потом было предложено мне. Бачить, что не можно, потому что я сказал, что еще одна такая предложение получит в революции. Больше никто из компании не приходит, ничего не предлагает. На следующий день поступает наказ от командования Збройных сил про проведение боевого сглава подраздела за межами АТО. У нас подраздел есть один из самых боевых подразделов, которые находятся на этой местности. Нас хотят просто звезти забрать. Хотя виск в данном регионе не хватает. Батальон, злочинные наказы выполнять не будет. Олег, ваш комментарий, а что вообще стоит за этим всем? Я думаю, что за этим стоит просто коррупция, чистой водой коррупция. Запропонували Мельничуку 20 миллионов долларов, не взяв, знайшли косу Киеву, дали гроши и пошла команда отвезти батальон. Счастье – это на кордоне между российскими окупантами и нашей территории. Сдача счастья – это сдача большей половины Луганщины. Поэтому те, кто дают команду ввезти батальон Айдар, который освободил эту территорию, который держит счастье, несмотря на обстрелы, на все, они просто оградят Украину. Я вам скажу больше. На этом течение Министин внутренних справ АВАКО поведомил про то, что расформировали добровольный батальон Шахтарськ. За то, что командир батальону Андрей Филоненко на заседании слідчей комиссии Верховной Ради поведомил подробиці Иловайской трагедии. Виявилося, что команду ввезти добровольный батальон и Виловайский котел, где погибли тысячи наших братьев. Эта команда была принята 5 серпня этого года в кабинете заступника губернатора Дніпропетровской области Корбана. Виявляється, у нас сегодня Корбан керует добровольными батальонами, а не Министин внутренних справ. И после того, когда командир батальону это сообщил, АВАКО расформировал боездатную одиницу. Пошла команда распустить батальон Кривбас. Я вважаю, что команды на ликвідацию добровольных батальонов спрямованы на подрыв обороноздатности страны. Бо добровольные батальоны сьогодние те подраздели боездатные, которые держат фронт, которые защищают страну. Поэтому я вважаю, что нужно не добровольные батальоны расформировать, а нужно под суд отдавать тех, кто дав команду за 20 миллионов зданий счастья, кто расформировал батальон Шахтарська, АВАКОВА, и других генералов, которые отвечают за коррупцию, за зраду, за сдачу украинских территорий. И на моё тверде переконание, буферная зона не может проходити посереду Донбасу. Буферная зона має бути на кордоні Росії и Украины. Крапка. Крик и дембель в понедельник, цепи и петарды во вторник. Так началась эта неделя странные бунты, после которых заговорили даже о вмешательстве российских спецслужб. Вот у нас есть эксклюзивные кадры, а после их просмотра возникает ещё больше вопросов. Это бывшие ВВшники. После Майдана их перевели в ряды нацгвардии. Солдаты требуют отпустить их по домам. Такого в истории Украины ещё не было, чтобы срочники вышли на митинг, при этом самовольно покинули расположение воинских частей. Одновременно солдаты митингуют в Харькове, Днепропетровске и ещё нескольких городах. В столицу успокаивать срочников приезжает лично командующий нацгвардией Степан Полторак. Заявляет, требования незаконны. Есть закон Украины, там чётко вызначенный порядок проходжения войсковой службы. Чётко вызначен. И требует его выполнить всем без их. Случайность или запланированное совпадение? Утром генерал Полторак представлен президентом на должность министра обороны, а уже после обеда начинаются бунты. Сами срочники признались, выйти на митинги собирались через неделю. Возможно, мотив был действительно дискредитация Полторака, а возможно, мотив был и совсем другой. Разбираться по-мужски приезжают добровольцы, получившие ранения на передовой. Тоже бойцы нацгвардии. С ними у срочников натянуты отношения ещё со времён Майдана. Тогда они были по разные стороны баррикад. Довольно хотите? Хлопцы! Я хочу, ты иди назад! Но я не могу сейчас! И мне плювать, это Киево! Это не тут вот так вот, Киев, с голомутием всем! Какие дембель? Ротацию? Я ещё разумею! Разумею ротацию! Но не дембеля! Дембель будет, когда пермога будет! Бунт срочников погасили только к полуночи понедельника. Как и приехали с мигалками на автобусах, также организованно разъезжаются по казармам. Вся эта история оставляет только привкус недосказанности. Кто же на самом деле был организатором волнений на Банковой? Есть масса вопросов чисто правового характера, почему их сопровождали, почему, то есть, был ли согласован этот митинг, кто, собственно говоря, их собрал на этот митинг. У них есть профсоюз, отдельно профсоюз внутренних войск или профсоюз вообще милицейских. Это эксклюзивные кадры. Многочасовая хроника неспокойного вечера возле администрации президента. Люди в капюшонах постоянно скандируют речевки, провоцируют срочников и прячутся от камер. То они представляются родственниками нацгвардейцев, то друзьями. Женя, а я нацгвардия расскажу, как к ним относятся. Пацаны, расскажите, сколько вы... Отойдите от него, отойдите, провокаты. Среди них была и девушка, яркая блондинка Юлия Харламова. Она через соцсеть ВКонтакте вербовала солдат и занималась психологической обработкой. Вы не рабы и все на митинг. Строчки из интернет-переписки. Кто она, выяснил журналист Евгений Спирин. Она, как минимум, служила по контракту в разведке. Об этом есть данные, есть фотографии. Причем уволилась она только... Ну, пошла на дембель только в сентябре 2014-го. То есть... Российской разведки? Да, конечно. Она в подмосковной части разведки служила. В бунте срочников кремлевский след увидел и президент. К концу недели Петр Порошенко сделал и оргвыводы. В том числе следы ведут до окременных управлений, спецслужб, соседней державы. Вы что хотите, чтобы подчас військовых дей и я демобилизацию оглашу? Чтобы я армию распустил? Чтобы я страну беззахисную залишил? Чи это они хотят? Чи это общество поддерживает? Нет. Чего никогда не будет. Будут демобилизованы в сети, кто божает записаться на контрактную службу. О бунте срочников слухи докатились и до фронта. Их надо демобилизировать, потому что толку от них никакого и на пушечные выстрелы не подпускать к службе в правоохранительных органах. Хотелось бы, чтобы эти ребята все-таки перестали бунтовать, митинговать, а приехали сюда к нам. А это уже вторник. Новый день, новый бунт. Правые проводят митинг, требуя от депутатов признать ОУНУПА участницей войны. Акция заканчивается массовыми беспорядками. Идут в ход цепи, ножи и камни. Гремят взрывы, люди в масках, избивают людей в форме. Милиция не отвечает. Восцепление у парламента поставили в том числе и бойцов нацгвардии. Они должны были сдерживать разгоряченную толпу. Никого не смутило, что еще вчера сами солдаты митинговали и не подчинялись командирам. Поэтому как они могли отреагировать на то, что здесь их начали фактически избивать, совершенно непредсказуемо. На митинге были замечены флаги свободы, братства и правого сектора. Однако все полицилы открестились от участия в беспорядках. В том числе среди людей, которые могли организовать такие заварушки, могли быть и даже члены правительства, которые понимают, что они скорее всего потеряют свои места. Таким способом они могли повлиять на президента и показать, что вот власть у нас еще есть и поэтому с ними не надо ссориться. 43 человека, самые активные участники столкновений, задержаны. Из них 12 человек арестованы. По 17-ти составлены админпротоколы о нарушениях. 14 человек отпущены с отсутствием доказательств. СБУ начало свое расследование. Среди людей, устроивших беспорядки, были переодетые сотрудники милиции. Ещё одно совпадение и снова случайная ли? Бунь солдат и драка националистов накануне встречи ведущих мировых лидеров в Милане. Неблагоприятный фонд для Украины во время переговоров Порошенко и Путина. Это конкретно спланированная акция для того, чтобы направленная на подрыв имиджа нашего государства, руководства нашего государства. И срочники, и националисты пришли побундовать без огнестрельного оружия. Но так и будет в следующий раз, когда кто-то снова захочет подлить масло в политический огонь. В Украине только официально зарегистрировано 2 миллиона стволов. А неофициально по оценкам оружейников на руках в два раза больше. Может случиться, как у классиков. Ружье когда-то выстрелит. И тогда сегодняшние события могут показаться маленьким фрагментом какой-то большой пьесы. Вениамин Трубачев, Иван Нашиндорф и Алексей Шматов. Подробности недели телеканал Интер. Ну и прямо сейчас у нас есть возможность узнать мнение Дмитрия Ярыша, лидера правого сектора. То, что было во вторник под Верховной Радой, как он это оценит? И скажите, будь ласка, як вацеутиню этой подругой, я король, в ваших хлопцях в том, что происходило под сценами парламенту. Доброго вечера. Справа в том, что, я думаю, нужно разделять певные эти заходы. Сначала, я слышу, шло о бунте под администрацией президента, потом шло о акции под Верховной Радой. Правый сектор справедливо не брал участи в этих событиях. И мы проводили свою акцию разом с батальоном помадов в вечері в той же день. И вона, как вы бачили, обойшлася без любых провокаций, без любых вещей. На мой взгляд, та молодь, которая выступала под Верховной Радой, возможно, даже не была спровокована. Одними провокатами в данном случае депутаты, которые не хотели принимать необходимый для Украины закон. А на Банковой? На Банковой ведутся все-таки мнение прокуратуры обеспечить безответственностью А когда вы говорите, что неведомые люди, то это была залучена третья сила, я правильно понимаю? Я не включаю організованного захода с залучением технологий и возможностей спецслужб або людей, которые им способны. Когда вы говорите спецслужб, имеете на увазе российских? Хочу сказать, что через несколько часов после того, как в ранее 13 числа військовослужбовцы трех частей Национальной гвардии с дислокацией в городе Киеве покинули место расположения и решили пешим ходом до администрации президента. В социальных мережах начали отбываться створение и активная работа в группах с закликами до непокори и до требований негайной демобилизации. Как установлено оперативными службами и подразделами СБУ, в Украине очень много таких репостов и закликов шло за IP-адрес, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации, в частности, в Санкт-Петербурге, а также в других местах. Доброе, спасибо. Я так понимаю, что все, что могли, вы нам сказали. Все, что имели право, вы нам сказали. Антолий Матиос, главный военный прокурор, был на связи со студией подробностей недели. Ну и то, что происходило в понедельник на Банковой и во вторник под Верховной Радой. Не является ли это репетицией возможных вооруженных бунтов в будущем? Ну, что же это было? Прямо сейчас зададим этот вопрос представителям ведущих политических сил Украины. И напомню, наши правила, они просты, все в равных условиях. У каждого чуть больше полутора минут на ответ. Еще 30 секунд мы готовы дать, чтобы поспорить или прокомментировать мнение других участников. Ну и вопрос ко всем один. Напомню, вот последние события, не являются ли они репетицией возможных вооруженных бунтов в будущем? Пан Олег Фегнебок, пожалуйста. В этом противостоянии, в этой войне, которую сегодня ведет Украина против окупанта-агресора Путином, целиком может быть инициация открытия другого фронта безусловно в середине Украины. Путин, который захланно дальше идет на Украину и дальше он сохранит свое желание организовать федеративную страну, заборонить вживание украинской мови и сделать другую страну российскую, заборонить европейскую интеграцию для Украины. Целком не включаю, що може через свої відповідні спецструктури підбивати ситуацию из середини. Кто на себе ответственность за то, что сталося, и правда, что там свободы в цих затримали? Свобода не мает жодного отношения до этого инцидента. Те, что произошло с затриманием целой низки людей, которые там были, и небыто кто-то из затриманных является, как трактировалось в Министерстве внутренних справ, сыном одного из кандидатов-мажоритарников, это довольно смешно коментировать, потому что эта человек виявилася неповнолетной, а 16-летней, значит, членом свободы быть не может, а его батько виявився не просто кандидатом-мажоритарником, а он балотируется на Житомирщине против Володимира Литвина. Целком может быть, что это чисто политическая игра. Так вот, мы вважаем, что в данном случае, в первую очередь, нужно навести лад правоохранных органов, сделать люстрацию правоохранных органов силовиков и притягнуть до детектора брехни усих генералей силовых структур, для того, чтобы унеможливить открытие другого фронта безусловно тут, в Украине. Дякую. Ирин Герашенко. Есть очень много интересных сторон, чтобы показать, что... Посмотрите, Украина – это страна, которая не держит ситуацию не только на Сходе, а и в центре. Все, кто милится от этого, посмотрите, какая история. И это жахливо, что перед выборами находятся политические силы и певные люди, которые берут в таких сценариях участь, працюю не так против влади, как против самой державы Украины. Я хочу также наголосить, что в этот день, когда это безумство произошло в Верховной Раде, был очень важный день голосования. Не только президент голосовал про принятие указа, про оглашение очень важного нового свята, всеукраинского, дня украинского війська, которым засвечив повагу величезно всі громадяни Украины, до наших солдатів, которые на передави. Так само в этот день было принято низко незвичайно важных антикорупционных законов, инициированих президентом Украины. И, возможно, эти безумства, которые происходили под Радой, так само было намагание зервать и створение антикорупционного бюро, и принятие этих законов. Ирина, то есть організатор может быть в середине страны? Я уверена, и у нас есть представа, говорить, что в этом зацикавлены и это подборювали зовнішние силы, но которые, на жаль, сегодня находят поддержку среди некоторых и так званых украинских политических сил. Кремль сегодня втрачает контроль над майбутнью Верховной Радой и пытается, любым образом, знаете, утримать контроль над украинской политической ситуацией. И очень хочу просто поддякувать всем этим воинам, Збройным силам Украины, представникам Национальной гвардии, батальонам, тем настоящим нашим героям, которые засудили, на самом деле, все эти акции и сказали, что это не имеет никакого отношения к тех людей, которые сегодня вирно служат Украине, которые поддерживают просяги и защищают Украину на Сходе. Потому что позиция всех героев, которые сегодня выполняют свою просягу и свой воинский обвязок, и есть правильная. Пан Володимир Йоварьевский, Батьковщина. Пане Володимире, ваша думка? Я хочу звернути вашу увагу и глядачей наших на то, что все эти подии насторожили их така кутность. Подии под Верховной Радой провокативные, подии под администрацией президента, где бейцы Национальной гвардии вышли протестировать, под Бахматовкой на Донечке, в этот день потрапляют эту заседку украинские бейцы, где 112 бейцов. И справедливо я тут поддерживаю Ирину в том, что действительно мы все ждали саммиту в Милане, мы ждали каких-то может и радикальнейших развязок, и все это сталося в эти дни. Я хочу додать, что, против внешних впливов, которые абсолютно понимали, что были, под Верховной Радой я могу понять свободу, которая привела своих людей, потому что в этот день мав быть поставлены на голосование и, возможно, и приняты наши решения парламентские про то, что нужно признать вояков УПА, армию УПА, воюющую стороной. Через все, скажем, присутствие свободы меня понимает. Чому там опинився бойцы, члены, скажем, правого сектора, которые, правда, кажут, что они в тот день защищали порядок, где они здесь защищали порядок, я, понимаете, не могу. Но это было жарстоко, это, что это действительно было пытаться откинуть Украину после Майдана, такой народ дивовижный, который буквально вышел защитить свою гидность, но, мовляю, посмотрите, у него весь час клеят эти жары непротестные. Ну, а вообще я не могу... Пане Володимире, вибачте, это была картинка для западных и российских ЗМИ? Абсолютно. Это делалось только для того. И эти ланцюги, и это все, это было продумано ножи, холодная зброя, и тому подобное. Это, правда, думалось, про то, какое будет изображение и как свет будет это принимать. Дякую. Анатолий Гриценко, гражданская позиция. Анатолий Степанович, а вы понимаете тех людей, которые вышли к Верховной Раде, вы можете их оправдать? Давайте скажем прямо. Не нужно искать конспирологию там, где просто нужно обеспечить эффективность и доверие. Если президент знал, собрал силовики и сказал, что ожидается провокация под Верховной Радой, значит, провокации по факту не должно быть. Если в стране есть силовики, есть президент. Это первое. Второе, то, что отрекается бунтом военных. Это обычная ситуация, это порушение закона. Это непрепустимо, когда солдаты выходят из-под контроля в любой армии. Это непрепустимо. Это непрепустимо, когда офицеры не могут спориться с солдатами, их защищают, изолируют. Еще больше непрепустимо, когда целый командующий Назвардии не способен остановить своих подлежных. После того, его, до речи, призначили министра обороны. Если он не может остановить бунт своих подлежных, как он будет остановить чужую армию, то, что ему сейчас нужно делать за посадой, есть над чем задуматься президенту Верховному командовичу и обеспечить эффективность силовых структур. Пан Анатолий, а этот бунт разъиграли для того, чтобы продемонстрировать, что полтора неспроможный? Зовнишние впливы будут завжди. Нам нужно минимизировать свои слабкости и разместить то, что сильным. Нужно слушать и слышать людей. Для этого нужно власти говориться ответственно и не в режиме с той там и сюда. Если это война, то тогда противодействие войны. Если это перемирие, значит перемирие. А то перемирие, потом знову воювать. Знову перемирие, знову воювать. Третье перемирие, далее знову воювать. Треба логика. Армейская система работает за принципом единоначального и безумовного выполнения наказа. Кроме тех, которые являются преступления. Поэтому нужно обеспечить логику в принятых решений. То будет доверие и не будет воинской группы. Насколько мне знамо, Анатолио Степановичу предложили так же объединиться до влады для того, чтобы не критикой своєю и критичными зауважениями, что все не так, а справами объединиться до того, чтобы в том числе реформировать Збройные силы Украины. На жаль, Анатолий Степанович обрав все-таки шлях идти в політику и это его выбор. Но очень важно отзначити наступное, что президент Украины по-перше щитижня мает встречи с воинсковыми, щитижня вислуховывает с первых открытыми до диалога, про который сегодня говорят. И так же действительно были попереджены и силовики про те провокации, которые готовятся и смогли локализовать более сильные провокации. Знаете, уже досталась эта брехня президентской команды, когда Луценко рассказывает, что мне предложили руководить АТО, руководить войсками и так далее. Я займаю ту позицию, которую занимаю народный депутат главы партии. Меня запитали, как надо делать, и я сказал, если бы выбрали Депорошенко, брали меня, и я видел, что была провокация, она готовилась, за чьи не было по факту. Військового бунта не было. А те офицеры, которые позволяют солдатам выйти из-под контроля, они бы не были офицерами. А это моя позиция. Дякую. У нас есть пан Олег и пан Володимир. У вас есть еще по 30 секунд для комментариев, если хотите. Я абсолютно согласен с той тезой, что любую провокацию можно унеможливить профилактическими действиями. Если говорить о том, что были в Верховной Раде, то всеукраинское объединение «Свобода», как всегда, протягом 15 лет проводило мирную акцию марш ОПА и пикетирование Украинского парламента. И три години мы там проводили акцию, до того часу пока не пришли провокаторы. Но еще раз хотел бы наголосить. Попередньо было в интернеті размножено позицию про то, что нужно провокацию певным окремим группам провокаторов. И правоохранные органы, которых сегодня нужно очень серьезно реформировать, они не прореагировали на больший жаль на эту провокацию. Пане Володимир, ваш комментарий за то, что коллеги говорили. Я хотел бы сказать про то, что у нас есть информация, что затримано десь біля 50 осіб, 17 біля Верховной Ради. 17 правопрацовников силовых структур наших там поранено. Треба, чтобы Влада дала ответ, кто там был, чтобы мы не вражали на кавовой гуще. И, другим, чтобы мы хотели почути, как могла эта группа женок проникнуть на территорию военной частини в национальную гвардии, которые вроде спровокировали этих гвардейцев. Надо дать ответы владею, и все станет на свои места. Спасибо. Далее, Олег Лешко, радикальная партия. Олег, в социальных сетях много писали о руке Москвы, мол, российские спецслужбы все это организовали. Вы согласны? На мою думку, ті події, які відбувались на банку і біля адміністрації президента, і біля Верховної Ради, це відповідальність за ці події в першу чергу несе влада, зокрема, силові структури, які, по-перше, не змогли передбачити розвиток подій, а, по-друге, демонструють свою непрофесійність. Коли рядові бійці національної гвардії виходять на мітинги, то, як мінімум, командуючи національної гвардії, має бути звільнений з посади разом з міністром внутрішніх справ, у структурі якої перебуває Національна гвардія. Що стосується акції протесту біля Верховної Ради? Цілком зрозуміло, що там були різні групи людей і ті групи, яких влада довела, зокрема, я знаю, там були ті, хто вимагав звільнення політв'язнів, інші категорії громадян, але зрозуміло, що там, де багато людей, багато провокацій. І тому завдання влади діяти так, щоб люди не виходили до парламенту із протестами. Бо коли не працює закон, коли не працюють суди, коли немає справедливого судочинства, прокуратури, коли мінти продажні, то тоді люди виходять до парламенту, тоді люди запалюють шини, тоді люди збирають Майдани. Тобто це насправді нагадування і президенту, і Верховній Раді, що влада не може відриватися від людей, що після Майдану народ змінився, і що якщо влада не чує людей, тоді люди прийдуть до влади і винесуть її на вилах, або на смітник, або гірше того ще далі. Тому влада має мінятися. Якщо вона не хоче, щоб не було бунтів, якщо вона не хоче, щоб не палили шини, щоб не збирали Майдани, влада повинна бути прозора, підзвітна і підконтрольна. Тому люди й обурюються, що вони не бачать реальних змін після Майдану. Вони бачать курс гривні по 15 гривень за долар, вони бачать літер бензина по 18 гривень за літер, вони бачать утридорога дорожчі таблетки, втричі збільшені платежі за комуналку, за газ, за воду. Оце вони бачать. І в одночас вони бачать владу, яка безнадійно далека від народу. Тому люди й протестують. Александр Вилкул, оппозиційний блок. Як ви считаєте? Правда такова, що всплеск неконтроліруюмого насилия зараз проходит по всій країні, просто в новости попадає тільки то, що відбувається в Києві. Особенно тяжело сейчас в промисленних регіонах, далі от видеокамер, там, де людей збивають, запугивають і фізично, і морально. Дійсуюча власть, кроме того, що довела до краха в економіки, привела до того, що у людей огромне количество незарегистрированного оружія сьогодні на руках, і дійсуюче правительство просто себе не віддає отчет, що в багато місцях люди просто бояться за свою жизнь і бояться дітей сьогодні вже випускати на вулицю. Якщо не остановити эту власть, то кроваві бунти можуть бути по всій країні. Страшно представити, що таке може бути в 21 векі, год назад такого ще представити ніхто не мог в страшном сне, що Україна докатиться до разрухи, до полного тотального обнищання, оппозиційний блок і йде на вибори, для того, щоб вернути країне мир і стабільність. І сьогодні власть нас боїться, тому що оппозиційний блок імеє чіткий план дійсвий, а не просто, скажімо, лозунги о войне. І ситуація навіть не в фізичному насилию. і обнищання, обесценивання пенсії, закрития предприятий, потери рабочих мест. І, конечно, такі вооруженні бунти, це все звіння одні цепи, і здівництва над своїм народом. Тобто ви ожидаєте повторення таких событий? Якщо не встановити цю власть, конечно, кроваві бунти можуть бути де угодно в Україні. І що, влада організовувала ці бунти? Власть не контролює абсолютно ситуацію. І недооцениває ту проблему, я сама создава, поощряє радикалів і екстремістів. Дякую. Дякую. Давайте на этом вот как раз закончим. Як видите, мнения у наших гостей разные, иногда даже диаметрально противоположные, но тем не менее, думаю, що благодаря этому разговору все-таки мы смогли, мы с вами смогли для себя прояснить, що же происходило на этой неделе у администрації президента і у Верховной Рады. Ну і далі сменим тему. Очень емоціональна нова, новація, котре вот сейчас, в эти минуты пишуть, спорят, которая в заголовках новостей якобы у берегов Швеции терпит бедствия российская подлодка. Об этом говорят в мировых СМИ, в принципе, говорят уже несколько дней, но вот сейчас новый всплеск информации. Ну а что самое интересное, в российских медиа тишина, подається только официальная позиция Москвы, мол, ничего не происходит, все провокационные слухи. Ну а что же на самом деле узнаем у наших корреспондентов в Европе и в Москве. Оксана Кундиренко в Лондоне и Данил Русаков в Москве. Узнать, что произошло в территориальных водах Швеции пытаются уже третьи сутки подряд. В четверг вечером шведская разведка засекла подозрительный радиосигнал даже два. Один на русском языке, а второй зашифрованный. По специальной частоте, которую российские корабли используют в аварийных ситуациях, в Калининград отправили сообщение о помощи. Отсюда и предположение, какое-то российское судно терпит бедствия недалеко от Швеции. Скорее всего, это малая, не атомная подводная лодка. Второй день подряд скандинавы на ушах развернули масштабную поисковую операцию в районе Стокгольма в 50-километровом радиусе около своей столицы. 200 человек персонала, военные суда, авиация ищут что-то связанное, цитирую, с иностранной подводной активностью. Это формулировка шведских военных. Никто вслух не произносит слов «Россия» или «Подлодка». Поисковая операция продолжается до сих пор, мы расширили ее территорию. Цель проверить наличие или отсутствие иностранной подводной активности в наших водах. Вездесущая шведская пресса находит авторитетные анонимные источники в военных кругах и рассказывает больше, чем официальные спикеры. Например, о том, что Минобороны Швеции пристально следит за неким российским нефтяным танкером «Конкорд». Он совершает странные маневры в районе Стокгольмского архипелага. Подозревают, что корабль пришел для спасения субмарины. Много тайного и секретного в этой истории. Британские телеканалы поспешили связать инцидент с агрессией России против Украины. Ведь из-за конфликта отношения Москвы с балтийскими и скандинавскими странами очень обострились. Все это уже очень напоминает тон времен холодной войны, считают обозреватели BBC. К такому же выводу пришли и на канале Евроньюз. Тут, ссылаясь на военных аналитиков, предполагают, что субмарина прибыла, чтобы сменить старое шпионское оборудование на новое. И снова вспоминают холодную войну. Когда-то Швеция выследила российские подлодки у своих берегов. И самый громкий скандал был в 1981 году. Советское подводное судно село на мель. В последнее время Россия пытается показать силу и мощь в воздухе. Ее истребители в сентябре вторгли в шведское воздушное пространство. А теперь море штормит. Что это за загадочная лодка и почему возле берегов Швеции узнаем уже в ближайшее время. Ведь долго скрывать кораблекрушение невозможно. Дима? Да, Оксана, спасибо. Данил, к вам вопрос. В Лондоне еще понятно. В Лондоне сколько сейчас? Половина восьмого. У них еще день в разгаре. Следят за новостями. В Москве уже больше на час, чем у нас. Что там? Половина одиннадцатого. У вас день заканчивается темно уже. Каковы результаты? Что за сегодняшний день вам удалось узнать? В России продолжают отрицать наличие своих подводных лодок как в территориальных водах Швеции, так и в нейтральных возле границ информация о возможной катастрофе субмарины в местной недеопространстве. Сегодня весь день муссировалось, но ни одно из крупных СМИ эту тему развивать почему-то не стало. Вот с такими заголовками сегодня вышли некоторые интернет-издания. Полное отрицание того, что подлодка может быть российской. Минобороны заявили, никаких прецедентов с боевыми кораблями ведомства пока не фиксировало. Возможную катастрофу в социальных сетях уже некоторые окрестили вторым Курском. В 2000-м атомная подлодка затонула в Баренцево море. Тогда власти долго скрывали сам факт катастрофы и допустили спасательным работам иностранцев только через несколько дней. Это практически прошло тогда недель, а президент Путин прервал свой отпуск в Сочи лишь через 5 дней. В новой газете одной из немногих российских газет, которой еще можно доверять, удалось взять комментарии в штабе Северного флота. По словам неназванного источника, дизельные подлодки находятся на балансе частей Калининграда, Кронштадта, ну и собственно самого Северного морского флота и якобы ни одна из них в море не выходила. Что касается атомных субмарин, то по словам источника, они стоят на приколе уже давно и никаких заданий не получали. Предположение шведских СМИ о том, что вода в Швеции могла затонуть мини-подлодка, военные тоже отрицают. По данным ведомства единственная субмарина, которая могла выйти в плавание это Оренбург, которая сейчас якобы вот по той информации, которая у нас сейчас имеется, находится в ожидании ремонта. Впрочем, шведская сторона располагает достаточно убедительными данными о возможном присутствии вооруженных сил России в близлежащих водах. Там ссылаются на информацию перехваченную с одной из радиочастот. Переговоры велись на русском языке. Пока ситуация более чем неопределенная и придется ли услышать уже второй раз по счету старшую бессмертную фразу «Она утонула» покажет, скорее всего, ближайшее будущее. Это все, что нашелся сказать Путин тогда, в 2000 году после катастрофы Курска. Дмитрий. Данин, спасибо. Но по поводу Курска тоже долго ваши официальные лица молчали. Вот сейчас смотрю то, что на смартфоне просто то, что дают информационные агентства. Швеция стягивает военные корабли к Стокгольмскому архипелагу. То есть все-таки есть основания полагать, что не все так гладко, как в Москве говорят. Продолжим. Ждать ли новой войны и как долго продлится конфликт с Россией? Ну, согласитесь, два, наверное, самых главных для нас с вами вопроса. Так вот, человек, который когда-то не просто предсказал развал Советского Союза, но и сделал все, чтобы это случилось, легендарный политик Збигнов-Бжезинский согласился ответить на этот и другие вопросы. Я очень советую вам внимательно прислушаться к тому, что он сейчас скажет. Потому что если кто в этом мире владеет информацией, то это как раз господин Бжезинский. Советы он дает очень редко, но если уж дает, то сильные мира сего в том числе и президент Обама всегда-всегда к ним прислушиваются. Бжезинский иногда бывает дипломатичным в ответах, очень многое нужно читать между строк, но он всегда честен. Ну, не буду больше говорить, смотрите сами. Вашей статье, опубликованной в июле в Вашингтон-Пост, вы написали, что у Путина есть три пути, три выбора дальнейшего развития событий в Украине. Первый, он может пойти на примирение с Украиной, прекратив подрывать ее суверенитет и экономику. Второй, он может продолжить спонсировать завуалированное военное вторжение, цель которого разорвать страну на куски. А еще Путин может просто захватить Украину, используя военную мощь России. Сейчас, спустя три месяца после выхода Вашей статьи, что изменилось? Какой путь избрал Путин? Из этих трех альтернатив на данный момент наиболее вероятно вторая, некая агрессия, в надежде, что она в итоге приведет к примирению, а украинцы в ответ признают потерю Крыма. А еще он может выбрать первый вариант, осознавая, что это чрезмерно рискованная и потенциально дорогостоящая политика. А какие возможные пути для Украины, чтобы вы могли посоветовать нам, к чему и как нам готовиться? Я уверен, что большинство из вас осознают это. Я думаю, для Украины сейчас действительно критически важный момент в истории, что Украина сможет найти себя, стать европейской демократической нацией, которая посвятила себя свободе в таком мире, что любой, кто захочет посягнуть на ее свободу, будет знать, что очень серьезно рискует. Но Украина должна доказать, что она на самом деле решила быть частью европейского мира. И если Украина преуспеет в этом, произойдет нечто очень важное. Единственная перспектива России будет смириться с этой реальностью. И в итоге самой стать частью Европы. Если она этого не сделает, превратится в разоренного сателлита Китая. Я не думаю, что это хорошая перспектива для России. Я думаю, это очень хорошая перспектива для России. Не кажется ли вам, что Украина утратила свой исторический шанс? Он был, например, в 91-м, когда Украина гласила независимость, но не изменила систему и стала одним из главных примеров коррупции. Он был после оранжевой революции, но страна не смогла присоединиться ни к ЕС, ни на то. Сейчас уже прошло полгода, с тех пор, как у власти новое правительство, но существенных реформ не было. Нет ли у вас ощущения, что теперь мы теряем свой третий шанс? Я все еще оптимистичен, но, будучи оптимистом, я должен говорить правду моим украинским друзьям. Вы все знаете, что я давний друг Украины. Так вот, вы должны искоренить коррупцию, которая деморализовала не только вашу экономику, но и вашу повседневную жизнь, и даже деморализовала ваши вооруженные силы, трагическое явление после приобретения независимости 20 лет тому назад. И сейчас вы должны смириться с фактом, что в последующие 10 лет вы должны будете пожертвовать многим, чтобы стать частью Европы. Уверен, вы будете очень успешными в Европе. У вас есть потенциал быть успешными, потому что вы европейцы. Что касается вашей фразы, которая уже стала классической, без Украины Россия перестанет быть империей. С Украины же сначала подкупленной, а после подчиненной Россия автоматически станет империей. Как вы думаете, до сих пор ли это так? Сейчас я бы изменил немного мою формулировку. Мне кажется, она может попытаться стать империей, но это будет право. империя лишь в том случае будет успешной, если России удастся подчинить Украину. Но это очень сложно достижимо из-за того, как вы настроены, из-за того, что Запад довольно четко дает понять, что ему не все равно. Но не ожидайте, что Запад будет бороться за вас. Это главное, что вы должны понять. У вас должно быть желание сделать все необходимое, чтобы защитить свою свободу. И тогда, так или иначе, Запад поддержит вас, и ситуация начнет улучшаться. Во-первых, у вас есть поддержка мира, особенно демократических стран, и особенно от США. США более откровенны и преданы этому делу. Во-вторых, и я повторяю это в который раз, все зависит от украинцев, особенно нового поколения украинцев, которые родились гражданами Украины, а не гражданами Советского Союза. Вы должны убедиться, что Украина станет успешной в экономике, демократии, системе законопослушности и не будет деморализована коррупцией. Это вызов, который вы должны преодолеть, и добиваясь этого, вы усовершенствуете ваши способности договариваться в конструктивной и в конечном итоге положительной манере с Россией, который придется пройти через тот же процесс, если она хочет стать современным обществом, а не погрязнуть в отсталости и коррупции, во многом завися от восточного партнера, который становится только сильнее. сильнее, истерный манер. Спасибо огромное за то, что были с нами, вы легенда, я очень рад, что смог поговорить с вами сегодня. Спасибо вам и благодарю за то, что позволили мне обратиться не только к вам, но и к украинцам, которым я желаю всего самого лучшего, а еще хочу сказать, без всякого лицемерия, что я также желаю всего самого лучшего россиянам, потому что российское население заслуживает лучшей власти, чем у них есть сейчас. Ну вот таким получился наш разговор с Бигновым Бжезинским. Юлия Владимировна Тимошенко в нашей студии. Вечер добрый, рада вас бачите. Добрый вечер. Юлия Владимировна, вы знаете, давайте от этого интервью оттолкнемся, а потом еще о многих вещах и политике поговорим. Вот тот месседж, который постоянно подчеркнул Бжезинский, он говорил, что поймите, что только вы можете все изменить, поймите, что хватит надеяться на Запад, поймите, поймите, поймите. А по-вашему, когда Украина сама сможет делать все эти шаги, которых Запад на нее так долго и так тщетно ждет, чтобы наконец-то изменилась ситуация, чтобы наконец-то прорыв произошел? Ну, вы знаете, действенно, пан Бжезинский это очень надежный и давний друг Украины. И подивите, какой он поставил приоритет, на чем он сделал наголос. Он сказал, что Украина сможет пройти этот шлях, если впорается с коррупцией. И он это повторил вдвече за такой короткий час интервью. Те же самое наголосила Ангела Меркель. Она сказала, что если после выборов Украина не впорается с коррупцией и олигархией, это прямая цитата Ангела Меркель, то тогда нам будет надзвичайно важным. Это то, чего запад нас ждет? Это то, что нам нужно радикально изменить. Потому что остается така фундаментальная институциализирована коррупция, не про какие реформи, не про какой рух до Европы. Просто не может быть речи. Нас там не приймуть в таком стане. И те, что они подкрасливают это сейчас, говорит лише про то, что Янукович поехал в Ростов-на-Дону, а все финансовые потоки и вся коррупция, она просто изменила своих керевников, поменялись прозвища, а все иншее фундаментально працюет. И знаете, я хотела бы поддерживать то, что сказал президент Порошенко, представления генерального прокурора. Он сказал, что власне все очень хорошо если следовать порадам или действиям или цитатам сингапурского премьер-министра, который сказал, что нужно посадить за коррупцию трех своих друзей и тогда все будет хорошо. Но мне кажется, что украинская влада немного переплутала. Нужно их посадить за гради, а не посадить на посады. Понимаете? Сегодня, на жаль, их садят на посады. И я думаю, что, если демократичная команда хочет реально менять страну, то нужно начать очистку уже в середине демократичной команды. Потому что нижней коррупции нижней коррупции не было доведено до конца. Все они проданы. И уже в сегодняшней демократичной команде эта коррупция притягивает. А скажите чему? Ви скажете абсолютно правильные речи, и мы дома на кухне это уговорюемо, что дейсно не было гучников антикоррупционных справ. Дейсно старые схемы працюют. А чему это не не смогли, не захотели? Всі в политике знают, что произошло. Криминальные справы против ключевых я бы сказала масштабных коррупционеров заточения Януковича были уже новыми посадовцами в Генеральной прокуратуре просто проданы. Грубо, проданы цинично и майже публично. Все знают, какие справы проданы и как отпущены были за межи Украины колишние посадовцы, которые должны отвечать перед законом. Но вы знаете, я хочу еще раз сказать, что если мы хотим бороться с коррупцией, то владе нужно начать с себя. У меня есть несколько вопросов, которые просто руйнуют сегодняшний доверие до влады. Я не хочу вас перерывать, у нас будет возможность поговорить очень детально. Мы услышим ваши вопросы до влады. Будь ласка. Одна фраза, что в первую очередь нужно задать вопрос, почему приватный банк прерваться, но затем продолжим. Продолжим разговор с Юлией Тимошенко. У нас вторая студия в Попасной. Там много людей. Спасибо огромное, что смотрите. Мы давно к вам не обращались. Обещаю, вот сразу после рекламы мы вас услышим, услышим, что думают практически на линии фронта. Вы сможете нашей гости задать вопросы. Это подробности недели. Не переключайте. Дождитесь всего 7 минут. Продолжение следует... 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 У нас вот такие петиции, с которыми мы приезжаем в Киев и пытаемся Кабинет Министров подбегнуть на какую-то работу. Я могу сказать вам то, что я сейчас услышала. Завтра заседание парламента, там точно будет премьер-министр. Мы сейчас в разных командах, Батьковщина не имеет ни одного человека во власти сегодня из своей партии. Но мы завтра будем говорить с Кабмином, который будет в парламенте, для того, чтобы немедленно сообщить им, что Банк Оваль не выплачивает деньги. Но я подозреваю, что здесь дело не в Банке Оваль, а существует какое-то негласное решение Кабинета Министров, и я не могу с ним согласиться, я никогда не соглашусь, чтобы Донецкую и Луганскую область практически отрезать от финансирования. Кто-то за это решение должен нести ответственность, должна быть ответственность... Я уверена в том, что эту ответственность должен нести Кабмин лично премьер-министр. Потому что я знаю, что такое кризис, и я понимаю, как управляется Кабинет Министров в кризис. Там никто не спит, не ест, не должен, вообще жить не должен, если не выплачена хоть одна гривна пенсии или заработных плат. Я могу сказать, что то, что я слышу по всей стране, нужно немедленно прекращать. И это не объясняется отсутствием денег. У меня в руках сейчас, вот точно так же, как показывали сейчас из Луганской документы, да, вот у меня в руках, например, вот документ, где 6 миллиардов 900 миллионов выплачено трём кланом денег только за последние несколько месяцев из государственного бюджета. Скажите, почему это происходит? Это то, о чём говорил Бжезинский. Это то, о чём говорит Ангела Меркель. У нас идёт масштабная коррупция, а люди не могут получить свои копейки пенсии. Я держу другой документ в руках. 4,9 миллиарда гривен – это бухгалтерские цифры, заплачены нескольким банком из окружения Януковича вот сейчас. Вы понимаете, что такое 4,9 миллиарда гривен? Это можно заплатить пенсии, одеть и обуть нашу армию. Я хочу сказать вам, нет профессионализма, силы, нет воли у власти, нет тех шагов, которые нужно делать во время кризиса. И единственный выход, который мы сейчас имеем – это одна неделя переизбрать Верховный Совет и переназначить профессиональное сильное правительство. В этом правительстве не должно остаться ни одного человека, который могли довести до того, что солдаты раздеты в зиму, люди без тепла, без возможности свою копейку получить. Детские сады, больницы, школы – там сегодня температура такая, как на улице. Я хочу, чтобы туда наши министры поехали и поспали один день на той кровати, на которой ребёнок спит в садике днём. Это кровать, это просто холодильник, понимаете? Юлия Владимировна, мы давайте перейдёмся на сюжет, но вот перед сюжетом давайте зафиксируем ситуацию, давайте зафиксируем, во-первых, что это ответственность Кабмина, чтобы все всё понимали, чтобы было по-честному. И вы знаете, сегодня эти люди, которых попасны, они о многих проблемах сказали, им пообещали помочь. Я вот просто в прямом эфире ещё раз говорю, что, ну, будем надеяться, Юлия Владимировна, просто замолвите за них слово, потому что действительно им тяжело, они бы не стали в пустую жаловаться. А сейчас, я думаю, что меня слышат. Завтра утром Кабинет Министров, скорее всего, в полном составе будет в Верховной Раде. Мы первым этот вопрос поднимем. И мы обязательно возьмём сейчас вот у Интера все материалы, где вас найти, как, для того, чтобы мы могли получить все детали и заставить правительство выполнить свои законные обязательства. Потому что это просто экстраординарные вещи, когда людям не платят пенсии и заработные платы. Спасибо. Ну и в любом случае, все проблемы мы решить не можем, хотя и стараемся, хотя и пытаемся помочь. Давайте всё-таки все вместе будем думать о каких-то кардинальных переменах, они действительно нужны. Продолжим. А перед тем, как продолжить с сюжетом, я хочу поблагодарить тех людей, которые смотрят нас попасной. Спасибо вам огромное. Давайте их ещё раз увидим. Если можно, дайте связь. Спасибо вам огромное, что были с нами вот все эти уже, ну сколько, уже больше двух часов. Спасибо, что смотрели, спасибо, что задавали вопросы нашим политикам. И очень-очень надеюсь, вот просто лично, что в вашей жизни хоть что-то изменится. В том числе и для этого нужна наша программа. Спасибо огромное. Продолжим. Мы с вами на пороге выборов. Остаётся ровно неделя, но вот до сих пор непонятно, как смогут проголосовать те, кто находится сейчас на оккупированных территориях. Ну и относительно, и относительно выборов в освобождённых городках и сёлах тоже очень много вопросов. Какое развитие событий мы с вами можем увидеть в следующее воскресенье. Ответ ожидаю после следующего сюжета. Алёна Центила об этой теме. Дебальцево. Одна из самых горячих точек. Постоянные взрывы, разрушенные дома. А выбор у нас проходит? Нет, я просто не слышу. Когда идут боевые действия, ну какие выборы, ну... Будут ли выборы в Дебальцеве, пока непонятно. Да и где в Дом культуры при обстреле попал снаряд. Теперь здание аварийное. Я не пойду из инстинкта самосохранения, понимаете? Но многие голосовать всё же собираются. Нужно поддержать нашу украинскую власть. Мы уже попробовали с ДНР и слышали, какие там порядки. Поэтому полностью поддерживаем украинские войска. В Авдеевке о том, что кто-то кого-то куда-то избирают, знают лишь из теленовостей. Какие выборы? О чём вы говорите? Нам хотя бы выжить как-то эту зиму. Никто к нам не приходит. Никто. Ни кандидаты, ни начальство никакое. Никто. Если в Авдеевке и Дебальцеве организовать голосование ещё можно, они всё-таки под контролем украинской власти, то как быть с оккупированными округами? Вот 60-й округ, где частина. Если Тельманевский район и Новоазовский район под российскими войсками, но Волноваха, Володарский и 1-й район под нашими войсками, всё равно выборы в этом 60-м округе отбудутся. В Донецкой области планируют провести выборы в 13 округах из 21-го. Кому война здесь не помеха, так это кандидатам. Рекорд – 299 человек хотят попасть в парламент. Самому старшему 81 год. Регистрируются даже в самом Донецке. В городах, которые контролирует украинская власть и военные, к выборам готовятся полным ходом. В Краматорске политическая реклама на каждом сторон, бигборде и сетилайте. Листовками отклеен общественный транспорт и все супермаркеты города. В окружкоме жеребьёвка. Распределяют места в участковых комиссиях. Номер один. Это на прошлых президентских выборах желающих работать в комиссиях днём с огнём не могли найти. Сейчас даже перебор. Состав комиссии вмещает 18 человек, а желающих 32. Всех желающих мы не могли уместить в состав комиссии. Соскучились по выборам, шутит председатель окружкома. А вот избиратели, которые тоже соскучились, проголосуют не все. Я приехала, дом уже разорван. Документов нет, бабушек не могу найти, папа не мог найти. Где они уехали, не знаю, или погибли, не знаю. Времена изменились, технологии нет. Зазываем на выборы, там, то есть, ну, листовки, да, тетради всякие. Ну, это всё есть тоже, раздаём. Сработать может, но чтобы не вышло, как в славянске Алексей Азаров. Сын экс-премьера якобы дарил детские площадки, троллейбусы ремонтировал больницы и школы. А что от него осталось городу, сейчас вспоминается с трудом. Да, наверное, ничего. А лавки? А, лавки, да. Лавочки, да, хорошие, молодец он. Я все хочу старикам посидеть. Ну, оказалось, эти подарки потом из городского бюджета, троллейбусы оплачивали и так далее. Так что это всё покрыто мраком. Луганская область. Здесь готовится проводить выборы в пяти округах. В шести открыть участки невозможно. А кружкомы переносят с оккупированных территорий, как, например, из Луганска в Навайдар. Сама комиссия, она полноценно до сих пор не работает. И каков смысл ей работать, потому что, ну, она находится на территории украинской, но не может никакую деятельность вести на своём округе. Многие боятся идти работать на участке. Выражали расправиться с семьёй. Страшно, но я патриот Украины. Мне, честно, не страшно. На данный момент пока нет разъяснения ни ЦИК, нет информации от представителей власти, то есть смогут ли нам обеспечить безопасность проведения избирательной кампании на данных участках. На передовой, в окопах и на блокпостах о политике, если вспоминают, то не злым тихим словом. У тех, кто живёт в лесах и полях другие проблемы. Как выставить под обстрелами и не замёрзнуть ночью. Мы живём вот так, вас посадите. Вот так мы живём. Какие выборы? Вы армию накормите, оденьте. Какие выборы? На выборы срачиваются миллионы долларов. Я даже вам не скажу, в какие кандидаты могут идти. Мы за этим не следкуем. С военнослужащими проще. Они голосуют по военным билетам. Командиры уже составляют списки и графики голосования. А вот добровольцам без паспортов на избирательные участки – ни-ни. Это десятки тысяч до 50 тысяч человек имеют у нас такую проблему. Разом и с добровольцами. За каким документом голосовать, на каких выборчих отделницах голосовать. ЦИК подал законопроект в парламент, который разрешил бы добровольцам голосовать по военному билету. Но у депутатов до него всё руки не доходили. Но пока что это разговор с глухим. Центральная выборчая комиссия инициирует, а Верховная Рада Украины игнорует. Возможно, завтра парламент всё-таки даст право голоса добровольцам. Депутаты соберутся на внеочередное заседание. Но вот как голосовать в полях и окопах, чтобы боевики ещё и не стреляли? Ни один закон не предусмотрит. Большая часть не сможет проголосовать. Это я уверен. Но только потому, что она занимает позиции. По окопам с урной никто ходить не будет. А подвозить бойцов на участки опасно. Очень сложно уявить ситуацию, когда централизованно выезжают автобусы с добровольцами, войсковыми, правоохранцами до выборчей больницы. Это означает, что мы створим важный риск именно для них. Практически каждый, кто сейчас на фронте, выбор для себя уже сделал. Надоело это всё уже. Вся политика, всё это всё. Домой хочется уже. Здесь вряд ли будут стоять урны избирательные. Может быть, где-то нас повезут, там отголосуем и вернёмся. Не хочу. Потому что не за кого? Потому что не за кого. Если нас не почуют там и тут, то будет там очень плохо. Единственное, о чём жалеют и на передовой, и в тылу. Где стреляют и где радуются тёплым осенним дням. В бюллетене нет графы «За мир». За него бы проголосовали все. Алёна Центила, Эльвина Си, Булаева, Ирина Баглаев, Владимир Самченко. Подробности недели. Телеканал Интер. Юрий Владимирович, а у меня к вам очень простой вопрос. Вот смотрите, Украина готовится к своим выборам. Там не без проблем, люди говорят об этом. Но есть так называемые ДНР и ЛНР, которые пытаются свои выборы провести. Несмотря на то, что в Милане, вот я буквально в субботу вернулся, действительно говорили. И Путин сказал, что мы их не признаем. Но мы же с вами знаем цену словам Путина. Какова опасность вот этого всего? Какова опасность этого плана параллельных выборов? Выборов, которые, по-видимому, всё-таки попытаются провести в Донецке, в Луганске? На оккупированных территориях? Ну, когда я оголошивала достраковые выборы парламентские, я думаю, что украинская влада очень четко усвідомливала, что Донецкая и Луганская область неудачны будут провести выборы. Первое, что я хотела бы сейчас четко сказать. Не маю жодного сумніву, что в Луганске и Донецкой области будет выкорствована вся эта ситуация, и выборы будут сфальшованны с обоих сторон. Кто сколько сможет? С одного боку будут фальшовать контингенти российских войск на территории Украины, а с другого боку, я переконна, будут фальшовать все, кто сможет добраться до системы подрахунок голосов. Насправді, выборы будут проводиться автоматами. И кандидаты в депутаты, тут, скорее всего, гранатомет и кулемет. Тут больше немае кандидатов. Ваше слово, товарищ Маузер. Абсолютно точно. Поэтому очень аккуратно нужно относиться к этим выборам. С одного боку, они могут до парламенту привезти мини-фракцию Путіна, потому что там у них все это в руках. А с другого боку, мы можем иметь абсолютно спотворенные результаты у партії влади, которые могут воспользоваться этой ситуацией. Но абсолютно точно вы сказали, что все домовленности с Путином не варты ничего. И я хотела бы, чтобы президент Украины понимал, что все эти минские домовленности, все законы, которые приняты по редакции Путина, закон про особливый статус Донбасса, практически про отдачу территории Донбасса, про амнистию террористам, не принесли мир. И даже вчера МЗС Польши, вы знаете, они большие наши друзья, они сказали, что встреча в Милане между Порошенко и Путином не дала результатов. То есть имитается мир, создается иллюзия мира, а на самом деле идет война. Больше 40 разов вчера обстреляли, сегодня погибли люди. Нам нужна совсем другая стратегия мира. Нам, как раз, по поводу стратегии, по поводу того, что происходит. Завтра, завтра Верховная Рада попробует внести изменения в закон о выборах. И уже сейчас, еще до начала заседания, депутатское голосование подвергается критике. К сожалению, практика внесения изменений в законодательство в выборах непосредственно перед самими выборами, это не новелла для украинского законодательства, но внесение за пять дней, это, конечно, нечто. То есть, на самом деле, конечно, никто не сможет даже понять, о чем идет речь, и, на самом деле, насколько возможности с этими изменениями манипуляции по результатам выборов. А что вы думаете, вот стоит ли вносить правки в закон о выборах, вносить их на этой неделе? Наша фракция уважно проанализовала все законы, которые предлагаются. Их два. Они очень классно называются, как всегда, знаете. У нас закон назвать идеально, но то, что готовится, это готовится масштабно. У нас в полиции обгортка всегда красивая. Так, абсолютно. У нас завтра готуется принятие двух законов, которые позволят партям владею провести масштабную фальсификацию выборов на Сходе Украины. А конкретно это в Луганске и в Донецкой области. А вот, члены партії Батьковщина вважают, что изменение закону за несколько дней до выборов – это абсурд, и это переходят все межи, которые находятся за барьером демократии. И поэтому мы не даем жодного голосу за эти законы и вважаем вообще, что после Революции Гидности такие маніпуляции с законами под красивыми назвами, а которые спрямованы на формирование системы фальсификации, просто принижение всех тех людей, которые наконец выбрали право строить европейскую демократическую страну. Ну, если вы не достаете жодного голоса, есть еще один закон, за который ваша фракция не дала жодного голоса, но 278 были за. Верховная Рада, я напомню, проголосовала, окончательно проголосовала антикоррупционный пакет законов, этого долго требовали западные партнеры Украины. Депутаты дали зеленый свет еще одному ключевому закону – закону о прокуратуре. Вот напомню, что этот закон должен реорганизовать и забрать функции полного надзора. Спикер Турчина пононсировал, это начало реформы силового блока. Ну, еще один итог недели вступил в силу закон об особом порядке самоуправления на Донбассе. Вот он как раз вызвал бурную дискуссию. Но самые спорные моменты – это финансирование оккупированных территорий и формирование властной вертикали. Чтобы зрителям было понятно, вот я напомню, закон предусматривает, что из числа местных жителей будут создавать так называемые отряды народной милиции, что гарантируется свободное использование русского языка, что 7 декабря этого года проведут внеочередные выборы. Есть еще один пункт – есть пункт амнистия. При условии, что в течение месяца будут освобождены заложники, административные здания и боевики сдадут оружие. Ну, вот только главный вопрос для нас с вами. До сих пор непонятно, а как будет выполняться этот закон? Ведь боевики уже заявили, что подчиняться законам, принятым в Киеве, они не собираются. Юлия Владимировна, насколько я понимаю, за закон о прокуратуре ваша фракция голосовала, за закон о Донбассе не голосовала, если не путаю? Ну, я думаю, это абсолютно правильно. Какая была ваша позиция? Вы можете объяснить, почему? Наша позиция очень простая. Мы голосовали за закон про иллюстрацию, все абсолютно наши депутаты. Ну, закон, которого все ждали. Мы голосовали за два антикоррупционных законы, это абсолютно точно. И могу сказать, что при том, что мы за это проголосовали, я хотела бы сейчас все же таки звернуться до всех, кто нас сейчас видит. Закон про иллюстрацию включает право люструвать всех кандидатов, депутатов всех уровней, включает право люструвать всех працівников сила, частково судей, самых высоких посадовых осей государства. Мы голосовали за этот закон. Но у меня очень очевидно, если никого не можно иллюструвать, что народ Украины иллюструвать, кого по этому закону иллюструвать? Мне не хотелось бы, чтобы такие законы принимались под выборы, принимались как великий пиар, гучный, и которые ничего на самом деле не дают. Скажите, пожалуйста, кто заважает иллюструвать коррумпованого прокурора без закона про иллюстрацию? Просто, звольните его с посади. Кто заважает избежать коррумпованого судя, коррумпованого милиционера, чиновника, министра, никто не заважает. Буквально три дни тому, если я не помиляюсь с днями, Служба безопасности Украины вошла в примещение керевни Укрзалезницы, это структура уряда, и просто нашли там кэш, понимаете? Кэш, 7 миллионов гривен, миллион долларов. Ни, не в цьому справа. А справа в том, ну, по-перше, як може це бути сьогодні в постмайданній країні, взагалі така коррупція на Укрзалезниці. А по-друге, навіщо закон про иллюстрацию, щоб взяти і вдягнути наручники на всіх, хто причетний до цього. Жодна людина не затримана, всі мовчать, ніяких проблем немає. А тепер, що стосується закон про прокуратуру. Якщо можна, дуже стисло, нам треба закінчувати. Закон про прокуратуру – це закон Батьківщини, це наш закон. Це наша реформа, яку ми за пів року ледве продавили. І це дасть нам шанс поставити прокуратуру під контроль суспільства і зніми з прокуратурами напольні речі. Закон про особливий статус Донбаса – це не закон про особливий статус Донбаса. Це закон про віддачу частини Донбасу Російській Федерації. І не треба вводити в оману народ. Це віддає президент і ті люди, які з ним голосували. Партія Батьківщина не віддала жодного голосу. Віддає частину Донбасу Росії. Ми категорично проти цього. Вважаємо це слабкістю і капітуляцією. Треба зовсім іншу політику вести. Дякую, що роз'яснили. На самом деле, дійсвітльно, є красиві закони, що стоїть за ними. Ну, в частності, ми говорили сьогодні в цій студії з Юлією Тимошенко. Юлія Володимирівна, дякую, що були в студії. Дякую, я теж вам. Я розумію, що у вас важкий графік, дуже багато зустрічей. Дякую, що ввечері були з нами. На все добре. Продолжим. І ще одне мнення по поводу завтрашнього голосування в парламенті. Усього за шість днів до дня голосування влада хоче протягти через парламент зручні для себе зміни до передвиборчого законодавства. Вам, українцям, не дали навіть ознайомитися з цими змінами. Експерти, в тому числі міжнародні, не винесли свою фахову оцінку. В жодній країні подібні зміни до одного з ключових демократичних законів не виносяться в такий короткий строк. Вже сьогодні зрозуміло, що ці перетрубації внесуть хаос у роботу виборчкомів і цим скористається той, хто цього і добивався. Опозиційний блок не дасть владі провести масштабні фальсифікації на майбутніх виборах. Ми будемо уважно стежити за дотриманням демократичності, прозорості, справедливості у день виборів та під час підрахунку голосів. Ну і к темі, яка кожного із нас касається, я анонсував її в початку програму. Пока депутати грають в політику, люди більше озабочені тим, що відбувається не в парламенті, а тим, як пережити холодні місяці. Моя колега Алла Матишок виявила, що нынешнія зима буде їдва ли не найтяжелій за всі роки независності. З їды лише необхідні, а развлечений – минимум. Це дорого. Автомобілисты бросають троли, пересаживаються на общественный транспорт, а то і вовсе пішком. Українці привыкають к жовстій економії. Пенсіонерка робка обходит прилавки в мясному павільйоне. Вибор огромний, але не для її кошелька. Женщина і пенсію получає, ще і підрабатує, але все одно, щоб свісти конці з концами, не вистачає. Денег тільки на 400 грамів мяса. Просто себе побалувати. Будь ласка, 29 гривень. Так, 29 гривень. Буде свято, буде з мясом. Хочула на лисники зробити, щось так давно захотілося побалувати. А покрова цей раз була без мяса. І в гості не підеш, бо нема з чим. І до себе гостей не покличеш, бо нема чим пригощати. Борщ з мясом для пенсіонерів стал уже деликатесом. Старики економять на все. Даже крупи покупають по мінімуму. На ринке, де когда-то шутили і торговались, тепер не до веселья. На вопросы, почему ціни растут, у продавців своя правда. А війні і політики на ринке стараються не говорити, а толку-то. Те, хто агитирується за кандидатів в депутаты, гонять в три шеї. Ми нікому не потрібні, нікому багато обіцять, а нічого не робити. Прошу народних депутатів заспокоїтися і сісти на свої робочі місця. Посетителів в ресторанах резко поубавилось, говорит владелец одного із таких заведеньих, Андрей. Тех, кого принято называти средним класом, тепер сюди заглядують редко. На 50% стало менше гостей, і середний чек уменьшився на 20-30%. Заказівають менше. Щоби сохранити клієнтів, стараються ціни не менять. Лучше получати минимальний доход, чим не роботати взагалі. Тільки в Києві за останні часи закрілись около сотні ресторанів. Сохранити клієнтів, робочі місця. Ну, як звичайно, долар, аренда виросла, гостей стало менше, і возникають сложності, і ресторани закриваються. Всі, хто скуповує валюту по завищеному курсу, або на тюньовому ринку сьогодні, скоро будуть про це жалкувати. Так надоєдається політика, що вже й не хочете дивитися. Долар вже не знає, як його підняти. С кожним днем все дорожче і дорожче. Все дорожче, а зарплата на місці, пенсія людей на місці. Людям як хочете, так і виживайте. По старинці Віктор запрягає кобылу Марту і влез по дровам. В його сільському домі є і вода, і газ. Але щоб зимой внуки не мерзли, краще перестраховатися. Говорить, добре, що печку не разобрав. Газ можуть відключити, по-всякому може бути. А дрова є дрова, палимо потихеньку, гріються. Вугілля нема, шахти не працюють. За кордону будуть вести вугілля, чи привезуть, чи ні, хто її знає. Ще недавно в селах распродавали живність. Тепер, наоборот, окупають. Домашнє хозяйство поможуть кризис пережити. Пояса трошки затягувати треба. А є ще куди затягувати? Ну, будем проколювати в ремішках дірки, далі і затягувати ці ушти. Ганба з радником! У нас є знання. Останні болтуємо. Закони, закони, хоч чого-то закони. Одним словом – бардак. Вот і все. Ну, полний бардак. Інженір, дизайнер електроники. Щас він безроботний. Раніше Николай рыбачив для удовольствия. Тепер, щоб заработати. Ловить сайган. Рыбу, яка клюєт тільки полтора місяця в году. Устроитися на специальність, на що-то, це безполезно. Возрасте, після 45, краще навіть не заїкатися. Ходи, не ходи, в цінтор занятості і тому подобне. Безполезно. Тільки покупають і продають. Ну, це ж ненормально. Надо щось робити, а нікому не потрібно. Пойдет ли на выбор, іще подумає. Ему сложно понять современную логику. По телевизору все говорят, денег не хватає і хватати не буде. А посмотришь на улиці, все увешано дорогой предвыборной рекламой. Мільйони денег на рекламу, а дети тетради покупають за 5 рублей. Может быть, із тих 450, хто там сидит, в цьому не заинтересовані. Я закриваю сьогоднішнюю сесійне засідання. В Карпатах то, що происходит в столиці, давно неінтересно. Гуцулы перестали смотреть телевизор. Одно расстройство. Селеричка давно ввели формулу выживання. Нужно рассчитывать только на себя. На государство не стоит. Эту семью, например, кормят овці. Ну, з чого, як кажуть, по-нашому взяти гроші, тільки з тваринництвом. Вівця є, як кажуть, у гуцулю в берехатах. З овечею вовни виготовляють ліжники, одяг, а також являються продуктами харчування. Чтобы хватало на жизнь, работает вся семья. В полі, за станком і на кухні. З овець ми маємо брензу, сир. На весні стрижемо вовну. Ми вирощуємо худобу тис, з цього пробуємо виживати. Будет ли тепло? Будет ли за що купити еду? І закінчиться ли війна? На ці питання ніхто з політиків з екранів телевізора пока так і не відповідав. Вибори в який раз. Шанс змінити країну. Але виспортується ли країна таким шансом? Вот ця компанія пенсіонерів на выбори, звісно, надеється. Але по вечерам вони собираються не політиків слушати, а петь. Говорят, пісня дух поднимає, даже если кошелек пустой. Без вери і надежи эту зиму не пережить. Не знай про цю мородину, война уже света Україна, святея поліна. Ала Матюшук, Геннадий Аникенко, Мар'яна Бурякова, Андрей Анастасов и Ольга Вахованская. Подробности недели. Телеканал Интер. Это подробности недели. Мы в прямом эфире. Мы продолжаем на студии Юрия Бойко, лидер оппозиционного блока. И человек, который, наверное, один из немногих, прекрасно разбирается в энергетике. Мы начнем об этом разговоре. Юрий Анатольевич, вечер добрый. Скажите, вот то, с чего наш корреспондент Алма Тишок начала этот сюжет, то, с чего люди боятся, герой ее сюжета, того, что эта зима может стать самой тяжелой в истории Украины, ну, в том числе, что люди без тепла останутся. Как по-вашему, чего нам ждать? Ну, мы действительно, наша страна впервые за 23 года независимости подошла к зиме неподготовленной. И неподготовлена не из-за военных действий, а из-за того, что не закупили достаточное количество, в первую очередь, газа. Сорвали контракты. И сегодня в аварийном порядке, уже в чрезвычайном, мы будем уже после выборов, я думаю, вынуждены восстанавливать эту ситуацию. Поскольку, действительно, в середине января может наступить момент, когда ресурсы газа и угля закончатся. Это уже будет беда, и ее допустить нельзя. Мы уверены, что мы с этой задачей справимся, поскольку понятно, как это делать, как восстановить топливный баланс. И убеждены, что сегодняшнее правительство уже не способно это сделать, поскольку они, собственно, все ушли на выборы, они не занимаются уже вопросами страны, они занимаются собственным пиаром. Я вот был сейчас в Милане на миланских переговорах. По окончанию переговоров подошел, буквально коротко переговорили с господином Миллером. Он озвучил главную тему, что говорит, Украине нужно будет найти огромную сумму денег для того, чтобы за газ рассчитаться. Насколько это серьезная проблема в нынешних условиях, в том числе в условиях войны, найти эти ресурсы? То, что нужны были деньги, было понятно еще летом. Это можно было сделать планово, и всегда так делали. На самом деле, сегодня это придется уже делать очень быстро, в экстремальных условиях. И, наверное, без помощи Европы мы уже не обойдемся. На этой неделе в своих квартирах мы должны были почувствовать тепло от наших батарей. 15 октября старшее поколение особенно помнит. Это традиционная дата начала отопительного сезона. А тепло ли в регионах, в квартирах, на улице, наши корреспонденты? В Харькове, хоть и солнечно, но уже третий день температура не выше 5 градусов. А ночью и вовсе опускается до нуля. Отопление пока не включили, обещают 1 ноября. Если ухудет холодно и дальше, коммунальщики должны начать отопительный сезон раньше, когда температура ниже 8 продержится 3 дня. По словам чиновников, и области город к зиме готовы. Чтобы включить батареи, ждут только отмашки из Киева. В тем временем харьковчане греются как могут. Используем мы обогреватели масляные. То есть получается электричество больше? Да, немножко. Там, где дети находятся. Все одеваю на себя, в принципе. Вот так взяла и все одела на себя, да. А в ванной помыться, потому что холодно и так далее. Окна есть, двери закрываем, щели не оставляем, кошку под бок. И все нормально. Перебои в городе с горячей водой. Еще с конца сентября ее обещали давать по графику. Правда, на сайте теплосетей он так и не появился, а отключают без предупреждения. Коммунальные предприятия Харькова тем временем призывают горожан экономить. Например, Харьковгаз даже разработали памятку, как согреться и при этом не зарасходовать много голубого топлива. Правда, такая экономия обойдется в копеечку. Среди ценных советов покупка современного газового оборудования, замена окон и дверей и утепление стен и пола. То есть, чтобы сэкономить газ, придется сделать ремонт во всей квартире. Во Львове сейчас тепло и об отопительном сезоне как-то и не думается. Днем солнце, как видите, многие ходят в верхней одежде с коротким рукавом. Вместе с тем, минувшей ночью были первые заморозки. И в квартирах холод все же ощущается. Температура опускалась местами до плюс четырех. Насколько нам известно, тепло в городские квартиры еще не дали. Вот, что говорят сами львовяне. Нема еще тепла, не почался еще опаливальный сезон. В квартире холодно, в квартире сыр, потому что от пары, соответственно, влога. Ну, все. Половочек или так? Ну, я думаю, что, возможно, как позимнее, то тогда дадут. Правда, официально отопительный сезон во Львове уже начался. По данным местных властей, тепло подается в роддома, больницы, детсады и школы. А вот будет ли тепло в многоэтажках, пока под большим вопросом. 29 домов в одном из районов города технически пока не готовы принять тепло. В Запорожье ночная температура уже понижается до нуля. Соответственно, похолодало и в квартирах. Это очень холодно. Такого у нас, по-моему, и не было никогда. Чтобы у нас 4 градуса было и не дали нам тепла. В это время года запорожцы всегда были с теплом и горячей водой. Сегодня в городе нет ни того, ни другого. И нагреть остывшие за время заморозков дома в ноябре будет куда сложнее. Тем временем концерн городские тепловые сети уже отчитался к окопительному сезону, готовы на все 100. И пока чиновники ждут отмашки из Киева, запорожцы согреваются сами. Все равно сейчас практически у всех же кондиционеров. Вы же понимаете, что спасаемся. Запорожье все-таки электростанция такая, гидроэлектростанция. Так что позволяет включать электрообогревательные приборы пока. У нас солнечная сторона нам хорошо. Греет солнышко. У нас тепленько. Я на девятом этаже. У нас тепленько. Так что вода горячая есть. Бойлер поставили. Вода горячая есть. А вот некоторые коммунальные предприятия уже отказались от централизованного отопления своих зданий. Сотрудникам и арендаторам предлагают закупать обогреватели самостоятельно и приносить с собой. А еще запорожцы стали массово утеплять наружные стены. Специальные бригады практически нарасхват. Без выходных. Работаем без выходных. Потому что постоянно заказ на заказе. В Днепропетровске средняя температура в большинстве квартир кремлется от 16 до 19 градусов. Ну, ну, как дико, то и не мерзнем. А как раздельно, то и мерзнем. Масляная батарея обогревать. Или кондиционер. Ничего страшного. Переживем. Надеюсь, потеплее и все. Как заявили городские власти, все 540 котелин Днепропетровска к работе полностью готовы. Централизованное отопление включат согласно общепринятой формуле ниже 8 градусов тепла в течение трех дней. В Днепропетровске пошли уже вторые сутки, но пока неясно, потеплеют ли батареи уже послезавтра. Исключение составят лишь больницы и детские учреждения. По мере необходимости подавать тепло в них планируют раньше. В Николаеве проблем с горячей водой нету. Ей здесь просто нет уже более 10 лет. А вот центральное отопление в городе включать не спешат. Причина та же, что и по всей стране. Местные власти ждут команды Кабмина. А тем временем горожане достают из шкафов теплую одежду. Когда дома, то постоянно втягнены кофты, еще одна кофта. Детям тоже уроки учить. У нас это втягнено. Ну, это дискомфорт, нежить вот у нее. Из-за задержки с поставкой газа может взбиться график обучения в школах. Чтобы дети не сидели в холодных классах и могут продлить осенние каникулы. Наши каникулы должны быть по 3 ноября. Если мы не успеем прогреть школы, то мы на неделю каникулы, возможно, увеличим. Возможно, нам это и не понадобится. А пока средняя температура воздуха позволяет чиновникам экономить. Оно и хорошо, говорят в Одессе, поскольку выделенных лимитов на газ в нынешнем году может и не хватить. Из-за этого в разгар зимы в столице юмора может пропасть горячая вода. Но батареи обещают держать теплыми. Обеспечить нормальный температурный режим во время прохождения топительных сезонов мы сможем. Мы сможем, но единственное, скорее всего, что нам придется отказаться от такой услуги, как подача горячей воды. Такая же ситуация с задержками и лимитами в солнечном Херсоне. Но там ситуацию спасает география. Херсон все-таки южнее Харькова и Киева, поэтому там на пару градусов теплее. И херсонцы не жалуются. Кирилл Ющишин, Сергей Бордюжа, Лидия Калинина, Андрей Анастасов, Геннадий Вивденко. Подробности недели. Телеканал Интер. Юрий Анатольевич, ну вы же в бытность министром, в бытность вице-премьером. Это же ваша головная боль в свое время была. Что вы можете сказать сейчас? Вот 15-го числа ничего не случилось. Говорят нам новую дату, говорят первое число. Зная ситуацию в стране, зная ситуацию в энергетике, будет первого числа у людей тепло? Или насколько вообще все сложно? Действительно ситуация сложная, поскольку не хватает ресурса на зиму. И если будут морозы, то будет беда. Если не принять быстрых и адекватных мер. То, что мы сейчас видели, конечно, это следствие абсолютного непрофессионализма правительства. И следствие того, что они, собственно говоря, своим делом не занимаются. Потому что я неделю назад проводил совещание с мэрами Харьковской области. Они вообще не понимают, что происходит. Им никто не доводит лимитов газа. С ними не говорят, сколько его будет. Непонятна система субсидий со стороны Министерства финансов. То есть, жизненно важные вопросы, от которых зависит благосостояние людей, вот их здоровье зимой, они как-то ушли на второй план. То есть, системные какие-то вещи, которые... Системные вещи. Они копают каналу на границе. Они там еще какие-то пиаровские вещи делают, которые ничего общего с жизнебеспечения страны не имеют. Поэтому это, конечно, беда. И это беда того, что у нас такое непрофессиональное правительство, которое занимается только выборами. Просто все эти регионы, которые мы с вами сейчас видели, они достаточно далеко от зоны боевых действий. А что с Донбассом будет? Как Донбасс эту зиму переживет? На Донбассе вообще ситуация особенно тяжелая. И я смотрел ваш сюжет из Попасной. Понятны проблемы, которые там есть. У нас, у нашего блока есть план восстановления Донбасса. Мы его завтра презентуем. Он конкретный, он предметный. Это не раскопки где-то там на границе. Это меры, которые позволят увеличить количество рабочих мест, поддержать людей. Донбасс, неконтролируемая часть Донбасса сегодня, это не просто место на карте. Это больше трех миллионов людей. Это два крупных областных центра. В одном миллион, это Донецк. В другом полмиллиона, это Луганск. Это колоссальный экономический потенциал, который нельзя потерять. Поэтому касательно неконтролируемой части, то, о чем говорили люди, оно касается и захваченных территорий. Надо не прекращать давать туда пенсии. Надо договариваться с теми, кто сегодня командует там, с тем, чтобы пенсии проходили, доходили для людей. Надо как можно быстрее провести по нашим законам, естественно, выборы местного органа власти, чтобы была какая-то власть, с которой можно разговаривать и которая ответственна за этих людей. Вот эти моменты прикладные, они очень важны для этой части Донбасса. Тогда эти люди будут чувствовать себя частью Украины и никуда не уйдут, как в Крым. Вот меня поразил первый раз сюжет, когда представитель партии президента, Асперт Томенко сказал, что крымчане вообще сами виноваты, что они ушли жить, поменяли паспорта и стали российскими гражданами. Вот мы на следующей неделе знаем, кто истинный виновник потери Крыма. Это сегодняшний спикер, тогда исполняющий президента страны и руководство правительства. Юрий Анатольевич, простите, у меня есть конкретный к вам вопрос, просто времени мало, и я должен его задать. Сегодня в Кировограде была сложная ситуация. Один из представителей оппозиционного блока Сергей Ларин встречался с избирателями, и вот эту встречу в здании властной филармонии попытались сорвать. Вот эти кадры, просто посмотрите без комментариев. А как вы вообще это прокомментируете? Что происходит? Ну, к сожалению, этот беспредел происходит по всей стране. Власть боится оппозиции, и вот эти провокации с нашими активистами, с нашими людьми, с нашими спикерами происходят каждый день. Недавно были угрозы в адрес второго номера в избирательном списке оппозиционного блока Александра Вилкулова в Днепропетровске. Срезали 300 бигбордов, практически все бигборды срезали в Днепропетровской области. Избивают активистов, задерживают их. Вот после этого случая в Кировограде вооруженные автоматами боевики, неизвестной принадлежности, преследовали активистов, которые приехали с одним из руководителей блока. Так вот, милиция задержала не тех вооруженных людей, которые преследовали, а задержала наших активистов. И они до сих пор, 50 человек, находятся в застенках. Власть боится нас, власть боится оппозиции, но я хочу сразу сказать, что нас этим не запугаешь. Мы будем ездить и доносить правду людям там, где им считаем нужным. Нас никакими вооруженными бандами не испугать. Мы считаем, что наша оппозиция, она будет отстаивать права людей. Мы не дадим сфальсифицировать выборы и защитим каждый голос избирателя, который придет на избирательный участок. Ну, а что думают как раз избиратели? У нас есть возможность узнать. Если можно, да, дайте мне статистику. Вот статистика, а не столько даже статистика, сколько результаты данных соцопроса. В парламент Украины проходят 5-6 партий. Таков результат последних опросов общественной инициативы, которые проводились во всех областях Украины. И вот показательные итоги по Юго-Востоку. На Юго-Востоке, во всех областях, ага, во всех областях лидирует Петр Порошенко. Среди лидеров также радикальная партия, Батькищина, оппозиционный блок и Народный фронт. Ну, вот, собственно, этот слайд. На нем цифры социологического опроса видны яснее. И вот разбивка по регионам. Одесская область, Запорожская и Николаевская. А о чем такая статистика, по-вашему, говорит? Вот чего хотят люди? Ну, люди, эта статистика показывает, что люди не верят сегодняшней власти. Что оппозиция, они понимают, что если не будет сильной оппозиции, то власть будет неконтролируема. Это будет плохо для страны. Поэтому то, что по динамике мы идем вперед и все больше людей становится нашими приверженствами, это правда. Проценты, наверное, у нас все-таки больше, поскольку очень много людей, когда им задают вопросы, боятся отвечать, что они будут голосовать за оппозиционный блок. Боятся как раз из-за того, что очень часто бьют, запугивают тех людей, которые сегодня поддерживают оппозицию. Поэтому статистика не всегда верна. Поэтому статистика не верна. Мы считаем, что у нас будет второе место в этой избирательной кампании. Потому что очень много людей просто боятся ответить на вопрос, что они будут поддерживать оппозицию. Бьют, запугивают, но еще раз повторяю. Мы защитим своих избирателей, мы защитим результаты выборов, мы делаем параллельный подсчет голосов, еще несколько правильных таких вещей, которые позволят провести честные выборы и не дадим их сфальсифицировать. Спасибо за разговор, Юрий Бойко был в нашей студии. Ну и вот новость последних минут, весь сегодняшний выпуск. Мы рассказывали вам о ситуации, связывались с Москвой, связывались с Лондоном. В продолжении разговора в оборонном ведомстве Швеции подтвердили, цитирую, возможность иностранной военной подводной деятельности в районе Стокгольмского архипелага. Об этом написал в твиттере эксглава МИДа Швеции Карл Бильд. Напомню, якобы у берегов Швеции терпит бедствие российская подводная лодка. При этом Москва такую информацию категорически опровергает. Думаю, что за развитием событий будут следить уже наши коллеги из утренних выпусков новостей, но такими были подробности этой недели. До встречи ровно через неделю, в ночь выбрав на телеканале Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова